привет всем еще раз друзья всем кто был днем с ними здорово второй раз ну и первый раз здороваюсь со всеми кто пришел только-только и так бета-версия долгожданная вышла кое-какие новиночки заценим сегодня ну и конечно первое что бросается в глаза это поработали над детализацией самого менеджера ну то есть это уже графоний такой на уровне какой-нибудь какой-нибудь про эволюшн сокера 9 наверное если так вот посмотреть ну может быть чуть похуже может быть какая-нибудь фифа 11 может быть ну в общем какой-то вот какие-то вот отблески да уже есть зажим на галстуке 10 из 10 до но я не знаю вот мне кажется сейчас уже зажим на галстуке никто не ходит только майлз наверное считает это крутым фифа менеджер 12 ну может быть не знаю ну то есть явно похорошела лицо сейчас мы попробуем на основе фотки создать создать ну на своем моей фотки давайте попробуем тут же есть я да вот сейчас попробуем создать меня вообще насколько это получится сделать вот насколько эта фотка будет подходящий посмотрим но в принципе в прошлой мфм ну неплохо получилось давайте попробуем ну вроде как общем должно создаваться так только глаз надо чуть более точно попадать а то сделать мне каким-нибудь гоблинам так вроде все это стандартно как было так и есть но я думаю что это будет довольно забавная рожа так вроде как все один с точек расставил создать модель давайте посмотрим викторича ну викторич у нас тоже есть но просто викторич то ладно викторича мы потом будем создавать что это блин получился честь почему-то вот я как бы создавал себя получил может из-за прически ладно пофигу ну да то так так все таки получше но это все равно чейс это чейс ребята давайте ладно попробуем прическу сделать это что-то он бритоголовый такой рянула что-то майорс ну когда ты поймешь что блин есть волосы есть какашки на голове вот опять башка сделала из говна но почему нельзя сделать просто нормальную текстуру для волос что есть ты блин зажим на галстуке весь год разрабатывал что ли я не понимаю реально бритые лучше всего смотрится хотя нет вот такой вот лучше всего смотрится реально потому что нет кто серьезно но вот даже не это даже не похоже на волосы это похоже на какой-то какаху или пластилин но это не волосы почему все так плохо почему что это за прически вообще масты видел людей вот с такими прическами жица битлз какие-то что что боже мой как как будто ему знаете ну когда дети рисуют людей вот красками получается вот так вот это конечно просто пипец ну я не знаю даже вот какая прическа выглядит более-менее но они все выглядят ужасно просто как будто ему надристали на голову вот это просто что это не похоже ну ладно пофигу пусть пусть будет такой господи такой тренер блин так рубашка и галстук ну это такой знаете какой-то скинхед которому далее даже не знаю пальто и галстук что это за пальто вот просто что это что это что это за пальто вы видели такое пальто серьезно ну вот вот тут какой-то вот такой вот да вот это вот 3 тренер вот этот тренер ну хотя бы антропометрия какая-то более соблюдена в отличие от прошлых частей где просто слендермен был тренером ну а так в принципе вот издалека если посмотреть да довольно прикольно смотрится и все таки лучше чем прошлых частях скажем что да зачет поработали ну то есть как сказать довольно неплохо не так плохо как обычно не так плохо как обычно что у них с руками но блин это еще не так плохо но в такой физручок получился может быть реально давайте в какой-нибудь более адекватную прическу поставим блин чё это вот что где у людей вообще вот здесь вот вы вообще видели людей у которых вот от бровей вот здесь растут волосы эти какой-то были на не человек ну ну вот это еще куда дело не шло я не знаю даже вот почему нет обычной прически у меня обычная прическа ну больше что ее нет почему ее нет что вот это что блин какой-то шлем какая-то плавательная шапочка не знаю это какая-то какаха ну ничего не лежит чем ios ты не сделал обычную прическу ну ну хотя бы вот такую ну блин все равно говена смотрится конечно ладно вот это вот более более менее ну издалека нормально если не приглядываться нормально так дата рождения рост ну ладно я свой поставлю рост может быть я здесь я сделаю себя ну да кстати реально худее становится то есть если делать там вес допустим 115 килограммов это будет такой жирничок но я конечно похудее мы где-то 67 виш ну вот так я и выгляжу то в принципе ладно норм долго мы застряли создали нашего чувачка запись фира останется серебро шлем да кстати очень похоже перчёски 70 года да так ну мне предлагают начать за уфу ну и я ничего против не имею но я думаю что мы посмотрим все команды в принципе так расширены настройки сейчас мы проверим что есть чего нет как все настраивается что с очками ну это кривая фоточка просто было но я первую попавшуюся просто фотку какую какая у меня была где я прямо смотрю в камеру я такую и сделал так пользовательские настройки а нет давайте большую базу данных дополнительно континенты азия европа африка океане северная америка южная америка ну во первых мы берем игроков привлекающихся в сборные чтобы у нас просто были на европе вообще берем просто игроки данного 250 но это мне кажется же скачет 250 игроки топ клубов игроки с национальной репутацией собственно вот ну вот 68 да наверное это нормально ну может быть с игроки с национальной репутацией в африке с континентальной репутации за океанин там таких нет в азии с континентальной немножко есть но с национальной наверное ну хотя можно 70 тысяч наверно нормально будет здесь континентальной и здесь может быть даже здесь национальной репутацией она с национальной уберем из африки добавим просто с континентальной так из азии вот так вот сделаем 75 стандартная база до производительность такая же россия англия так франция и 0 лига 2 это чемпионшип здесь так серия б лига 2 да ну какие все при в принципе лиги то все стандартные но можно германию добавить еще ну и наверное 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 ха-ха-ха голландию можно попробовать добавить ну вот так вот голландии уже много да сейчас мы эра дивизии только оставим в голландии бандеслигу в германии больнин ну ладно мы просто сделаем только просмотр допустим голландии только просмотр ну вот все это уже нормально так отключить скрытие характеристика игроков естественно чтобы сейчас все видеть ну и остальное нормально начало предсезонной подготовки в россии начать игру ну тут все стандартно сейчас проверим скины теперь до скины паки все это надо будет кидать и смотреть но интерфейс еще с прошлого года сделал шаг вперед то есть вот это вот фиолетовая стилистика мне она изначально очень понравилась так что я даже в течение года не устанавливал как вы видите никаких пользовательских скинов то есть дефолтный скин ну впервые мне понравился прям вот хорошо сделан стильно я знаю что и и многие в чатик писали что типа фиолетовый цвет им не нравится там как-то но опять же это на любителя кто-то любит вот наоборот светлых скинах играть кто-то в темных и естественно это ваше право как бы здесь дело скорее в дело скорее во вкусе но о вкусах не спорят кому-то там блин пицца больше нравится кому-то гамбургер больше нравится и бесполезно спорить что лучше но мне нравится оформление стилистика то есть это все у игры появилось в прошлой части в принципе это приятно но опять-таки какие-то микроизменения они конечно есть они добавляются сейчас мы будем смотреть собственно что нового нам предлагает fm20 может быть вот какие-то нововведения которых майлз нам не успел рассказать и соответственно мы их сейчас сами увидим редстар спасибо за хвост ну и до полосочка долго ползет говорят что долго грузится ну многие говорят вот я так уже почитал грузится мне кажется как обычно зависит все-таки от компа мне это уже понятное дело апгрейд пора делать компа потому что ну как-то вот давно уже лет пять без апгрейда комп работал ну для фмки то это конечно нормально а вот сейчас выходит игра вот это джедай о орден что-то какой-то там вот в это бы я поиграл у меня нет на ssd на ssd только систему установлена а я ссдшку брал когда еще 50 гигов а ссдшка считалось большой так ну использовать профиль ну вот здесь у нас континентальная лицензия про профессиональный игрок национального уровня ну и самый крутой это международные матчи континентальный уровень собственно по распределению скиллов да это все как и было раньше естественно ну мы не будем ставить там вратаря зачем нам это нужно вообще если мы берем управление там профессиональным клубом каким-то где у нас будет тренерский штаб то лучше все раскидать вот сюда вот то есть тут нам нахер не нужны эти очки правда все равно у нас куча нераспределенных очков будет ну естественно там допустим атака плюс ну работа с молодежью что пригождается тренировать молодых игроков потом ну допустим мы убираем вот физ подготовку да нам это не надо атака плюс тактика ну какие-то две специализации берем естественно вратарские дела нам совсем не нужны к примеру да у нас остается интеллектуальная подготовка и техника техника можно не брать берем все в интеллектуальную подготовку ну а не знаю там остается у нас что-то на оборону на ну ладно давайте вот технику так сделаем чтобы совсем не деградировать ну и есть какие-то моменты типа понимание знаний игроков ну в данном сейве допустим если у нас разведка есть да и мы не собираемся допустим переходить из клуба в клуб то мы все берем вот так вот и у нас таким образом остается управление персоналом можно сбавить добавить мотивирование чтобы лучше мотивировать все хотя понимание молодых игроков это тоже это знание уровня характеристик поэтому так лучше сделать вот ну ладно там в адаптацию кинем 3 все начать игру это так я джедая стоит 3500 да я тоже видел но опять-таки да если фифа стоит 4500 ну вот смотрите нам какую-то заставочку модненькую сделали в стиле в стиле фифа менеджера даже то есть новость приходит раньше такого не было доброжат клубу фасла 1 ну такое было бы просто как бы в разделе новостей а тут нам вот это вот показывают многие с удивлением встретили назначение которых последнее время был долет клубного футбола наверняка столкнется с множество вопросов но естественно бедки еще не все перевели подпенд пейпер подписал контракт заменяет вадима и все вадим валентин и если смотрите я ни на что не претендую вы не я не успел завивать репутацию по спасению команд от выльта будет интересно посмотреть как будет развиваться ситуация прогноз мид 12 место спортивный директор и ильдус беглов и помощник менеджер аслан шарапуддинович холимбеков ну здесь нам историю клуба дают инфраструктуру ничего нового прикидывают наш состав тренерский штаб подготовил краткий отчет о составе бергар бизик алиев карптина у странно расстановку вот прям учли расстановку прям учли вот аренда игроков трансферы провели ну и вот видите как нас сразу сейчас знакомят уже с общей стратегии клуба это как раз таки нововведение в фэме и вот вы видите что клубные ценности приобретение игроков в возрасте до 23 лет для первой команды важность желательной то есть действительно уфе этого важно желать но если надо будет там взять теренть его каком-то на укрепление какой-то позиции то то работа в рамках бюджета заработной платы требуемые то есть превышать нельзя приобретать игроков на продажу с прибылью 3 требуемые ну это в уфе так оно и есть максимум однолетний контракт для игрока старше 32 лет больше нежелательно предлагать максимум двухлетний для игрока старше 30 лет и так далее то есть вот такие вот условия теперь прописываются прямо требования от руководства клуба минимум трехлетний контракт для игроков первой команды то есть желательно все-таки строить клуб вот так вот цель и избежать вылета и минимум минимум выйти в 4 но это желаемое это не требуемое то есть избежать вылета это прямо важно здесь но не получится ничего страшного в сезоне теперь по сезонам у нас то есть на сезон 2021 уже должны верхней половине таблицы финишировать 22 22 тоже верхней половине таблицы в 22 23 уже чё-то это борьба за медали там стратегия конечно очень такая сомнительная ну понятно что хочется бороться за медали да но тут же все зависит будет от бюджета понятное дело что если у меня будет работа в рамках бюджета заработной платы там условно какая она сейчас есть да и даже если я буду продавать игроков с прибылью все равно бороться за медали в сезоне 2 нет ну это в фэме то конечно возможно но ставить такие задачи напрямую я думаю что будет очень глупо если вот сейчас шамиль камилыч и все его скажут там через три сезона должен бороться за медали хочу что будет чтобы бороться за медали нужен бюджет там на уровне ну хотя бы локомотива и синие зенита и спартака с краснодара ну хотя бы на уровне локомотива да все довольно смешно получаются есть кто делает по фотке себя также может сообщить мне если хотите провести какие либо мероприятия перечисленные ниже организовать пресс-конференцию со сми организовать двусторонний матч и получить отчет от тренерского штаба да окей хорошо ну давайте сохранимся ну и вот сейчас мы с вами посмотрим что у нас будет что нам будут писать что нам будут предлагать и конечно мы оценим новые вкладочки фэме ростов сейчас борется за медали их бюджет примерно как уфы ну конечно у ростова бюджет раза в четыре если не в пять больше чем уфы вот наберите бюджет фк ростов сколько будет миллиардов бюджет фк ростов карпина содержать на посту менеджера еременко попов вы шутите что ли там карпин еременко попов уже зарабатывают больше чем весь состав в уфе зарплата 60 тысяч чтобы вы понимали у футболистов ну конечно есть премии но это все мелочь то есть у уфы бюджет сезон и чуть меньше миллиарда рублей это это очень мало с учетом того что в этот же бюджет включена уфа 2 там и куча другого все так ладно стратегия это понятно состав примерно то же самое коллектив примерно то же самое сыгранность плохая что очень странно потому что ну ладно самое время сообщить игрокам что вы ждете от них шел я представиться мы все довольны так ну мы надеюсь на есть что мы можем не вылететь хорошо ребята ребят мы поддержали все нормально 20 миллиардов это в 20 раз больше чем у уфы уфы бюджет один миллиард рублей чтоб ты понимал разницу кого надо приобрести зимой в уфу знаешь уфы нет денег чтобы приобретать игроков поэтому надо может быть кого много кого приобрести вопрос там на кого хватит здесь пока все то же самое до тренировки персонал медицинский центр расписание турниры селекция все то же самое тут и не было нововведений вот дальше пошло интересно клубная стратегия это наши наши напоминания до результат работы менеджера это то как мы на данный момент справляемся здесь все наши запросы руководству и и бюджет ну здесь посмотрим какое финансирование здесь финансирование но 8 миллионов фунтов ну вот примерно да такой бюджет у уфы но очень скромный и вот отдел развития это нововведение это нововведение и это ну вот видите хорошая система развития молодых игроков ключ к тому чтобы иметь в команде самых талантливых футболистов в отделе развития вы можете получить полную информацию об игроках которые находятся в арендах и молодежных командах игроки отданы в аренду трое молодежь средний по силам состав юниоры состав по силам ниже среднего и уфа 2 слабый состав нет игроков давайте ознакомиться с этим разделом так отдела развития ну далее но это этого я понял кандидат в первую команду нет за кем стоит понаблюдать ну вот кстати реальный состав там выберен гигантский все они есть так хорошо средний по силе ну блин я я это понял если игроки в аренде то тренерский штаб внимательно отслеживает их успехи чтобы убедиться ну в общем компенсация зарплаты ну и то есть там буду в общем сообщать готово понятно что это все ну то что это уже это уже то что уже было в общем здесь ничего особенного нет радость что сделан резерв уфы юниорка даже сделано в чем вот в это все реальные люди это не просто какие-то придуманные чуваки уфа 2 тоже есть да даже кирилл фольвер время ходить по большому пу как надо было раньше он есть николай гербианис уууууууууууу да ну конечно ресерч это отдельная песня Нет, у Уфы вот примерно как раз Именно на первую команду бюджет такой Это просто Как говорит один мой знакомый водитель Пиздохан шванцем Потому что Посмотрите на это Вот просто Как можно сделать такого Высота прыжка один То есть он вообще не прыгает, что у него колени оторваны Я не знаю Как можно сделать такого игрока Георгобиани довольно техничный молодой футболист Технику вы ему сделали Ну дриблинг можно было сделать 13 Совершение атаки 4 Ну окей, ладно, может быть там не какой-то великий Голиадор Ну почему 4? Ну сделайте там ему 8 Я не знаю, хотя бы Игра без ничего, что он плохо открывается Это нормальный молодой игрок Если посмотреть на аналогичных Футболистов из какой-нибудь Молодежки условного Вестхэма То там ребята в разы сильнее Хотя Георгобиани в принципе Это хороший футболист Если вы смотрели, как он играет Если вы смотрели хоть несколько матчей Уфы То вы понимаете, что этот игрок нормальный То есть перспективный, молодой, сильный Здесь ему, конечно, напихали Вот мне придется опять делать свой апдейт Потому что я понимаю, что вот с этим играть нельзя Потому что это говно Таких скиллов просто быть не может у игрока Который в премьер-лиге выступает в российской Причем в основе Просто бред какой-то Но я понимаю, вы там не знаете Руслана Хазиева Ну окей, он может быть такие скиллы и имеет Не играет в основе Но это норм Правда, не знаю, выносливость 4 Как вы замерили, что у него выносливость 4? Что он там курит, что ли, за гаражами После тренировки, или как? Алексей Чернов Ну ладно, там Чернов Чернов, кстати, тоже выходил в премьер-лиге Реакция 9 Ну как вот вы определили, что у него реакция 9 Почему 9? Потому что вратарь Просто бред Просто бред Ну да, это не лучший вратарь мира сейчас Но можно нормальные скиллы нарисовать Тургай Махбалиев Скорость 10-12 Почему скорость 10-12? Как вы вот определили, что Тургай Махбалиев Медленнее, чем Руслан Хазиев Руслан Хазиев, ну не особо быстрый Он такой, ну Тургай быстрее, явно Просто краёк Как он может быть медленнее вообще? Это маленький, но достаточно быстрый игрок Если вы, ну, может быть, они, конечно, не смотрят матчи, молодёжки Я не знаю, ну ресёрчеры какие-то есть Ну как вот игрок ростом метр семьдесят шесть Может медленно бегать, ещё и на фланге играть Ну уж я не прошу ему там сделать скорость 20 Ну можно нормальную скорость хотя бы нарисовать молодому игроку Да, он психологически может быть не готов там на высоком уровне играть Я согласен, психологические статы у него могут быть такие Но, блин, техника, вернее, физика у него должна быть на нормальном уровне Что за бред вообще? Как они это делают? Ну вот, Уфа-2 там, понятно Молодые кандидаты Список игроков нового поколения ещё недоступен Ну вот, каждый год в марте мы организуем матч В котором принимают участие игроки из нашей молодёжной академии Благодаря этому матчу мы получаем информацию о том Каких игроков мы хотим оставить в клубе Перед следующим таким матчем я отправлю вам напоминание и приглашение на игру То есть это сразу недоступно Я думал, что сразу уже есть какая-то прикидка Какие молодые игроки к нам придут То есть пока мы по-прежнему не знаем И если это будет только там ближе к февралю То мне нахрен это не надо Я надеюсь, что это хотя бы в сентябре уже появится Вот этот раздел, чтобы мы уже знали, какие игроки к нам придут Может быть придёт какой-нибудь топчик Требуем украинцев посмотреть Сейчас мы всех посмотрим Да, ну давайте посмотрим скиллы игроков, ну скажем, чемпионата России Начнём с действующих чемпионов Так, Зенит Ну, Андрея Лунёву нарисовали нормально Хотя Андрей Лунёв в этом сезоне, конечно, серьёзно сдал И все это отмечают Но выбор позиций 12 В принципе, ну я думаю, Лунёв вот на такие статы играет Хотя, с другой стороны, сильно сдал Это воротарь, который меньше всех пропустил в чемпионате России Так, Роберт Мак, Малком Ну, Малком какой был, такой и остался, в принципе Но сейчас он, правда, ещё травмированный весь, переломанный Мамана тоже переломанный Сила 10, наверное, поэтому ему Сделали Андрей Мостовой в аренде в Сочи Ну вот, опять-таки, тоже, да Мостовой довольно техничный молодой парень Но Мостовому, в отличие от Георгобиани, скиллы сделали Вот что меня удивляет Почему? Почему Мостовому сделали, а Георгобиани не сделали? По уровню это два игрока сопоставимых Ну, может быть, Мостовой немножко лучше себя проявляет Но Георгобиани не хуже Не сильно хуже Так почему у вас Мостовой нормальный А Георгобиани с завершением атаки 4 И там, помойными скиллами Не может даже в основе играть Это бред И Киржаков меньше сыграл Ассорио, ну, более-менее Ассорио, ну, более-менее Ассорио, ну, Ассорио Ассорио сейчас, кстати, переживает просто второе рождение Поэтому Асдоев это норма Дмитрий Полетнев, Николай Прудников Николай Прудников, вот Неплохо Ярослав Ракицкий Ну, Ярослав Ракицкий прыгает низко Ну, это, я думаю, у него остались еще старые данные Еще ресерчинга от украинцев И поэтому он смотрится достойно Ну, то есть, по уровню, да, вы видите, как от ресерчинга Классно, Ракицкий Ну, это действительно его уровень, да Но ресерч украинский И поэтому Ракицкий классно выглядит То есть, если бы это был русский какой-нибудь защитник То у него бы таких скиллов бы и близко не было То есть, ему бы как-нибудь коряво нарисовали Рикония Рудаков Олег Шатов Ну, Олег Шатов В принципе, я думаю, Шатов таков сейчас и есть Потому что, ну, блин, давай намного ошибается Шатову, какие вопросы Смольников Ну, Смольников продолжают рисовать какие-то дикие скорости И вот по-прежнему маленькая почему-то агрессивность Хотя Смольников достаточно жесткий такой игрок Постоянно он играет в подкатах То есть, вот этого по-прежнему не прописано У Игоря Су Тор Мин Легенда корейского футбола Ну, что я могу сказать Мне кажется, что Су Тор Мин Он на флангах тоже неплох Ну, я бы не сказал, что у него прирожденная позиция Это под нападающим Все-таки Су Тор Мин Наверное, прирожденная позиция у него с фланга Все-таки он в Оренбурге именно На левом фланге раскрылся Смещался в центр Бил, забивал Дриблинг 9 Но я не знаю, насколько я дриблинг 9 У Су Тор Мина Мне кажется, что все-таки Су Тор Мин посильнее Решительный, зато 18 Стоимость 50 тысяч рублей Иван Тарасов Денис Терентьев Вот сейчас он в Уфе в аренде Нормально Васютин Ерохин Ну, в принципе, Ерохин Какой был, такой и есть Ну, у Ерохина просто какие-то феноменальные тут показатели 17, 16 18 У него с решением проблемы 13-то завышено явно для Ерохина Жирков Какие природные данные 11 Вот, блин, Юрий Жирков до сих пор один из лучших левых защитников России Жирков это двадцатка по природным данным Вот просто С природными данными 11 Жирков уже, ну, какой ФМ Он просто сдувается к концу сезона Хотя в реальности мы видим, что Юра Даже сейчас, в 36 лет Это просто титан Это лучший, ну, в Зените лучший левый защитник, наверное, да? Вот, и у Жиркова явно Природные данные Ну, 18, не меньше Это просто феномен Какая сумма прописана у Сутермина? Давайте посмотрим Ха-ха-ха-ха! Сумма прописана 575 евро Всё, всё учтено, ребята За 575 евро, чувак То есть из Волгаря в Оренбург Он пришёл за 44 тысячи Не евро, а фунтов 575 фунтов ФМка Это наш друг Это нормас Это прикольно Это все прописали Сутармин Ну не, красавчики Вот здесь вот красавчики Сардар Азмун Сардар Азмун, самообладание 10 Но это видимо потому что он Выходы 1 на 1 часто не реализует Но друзья, если вы Сардару Азмуну делаете вот такие Позорные скиллы Ну по счастью там самообладание Типа 10, да, то тогда Других игроков каких-то там Ну надо самообладание тоже делать маленькое Ловра Бизик в Уфе, вот у меня сколько Самообладания, давайте посмотрим Ни одного выхода на 1 на 1 забить не может А у Бизика 3 на Ну ребята, блин, что за херня, почему Бизик круче Чем Азмун по скиллам, это же бред Ну я объясняю Азмуна ресерчили наши А Бизика ресерчили европейцы То есть Ну когда он там играл еще у себя В Дамжале У него оттуда скиллы остались, понимаете То есть и поэтому Бизик Который в матче с ССК там Ничего забить не мог Он считается более Крутым, чем Азмун по завершению атаки Это просто бред Это просто бред Ресерч это просто Посос Ну нормально Бариос сделан Бариос топчик Это вообще без разговоров Дуглас Сантос Ну Дуглас Сантос Ну не знаю Какой-то конечно Скорость 12 Не знаю, мне кажется Лукас Сантос довольно быстрый Ну он побыстрее чем Побыстрее чем Смольников Если у них у Смольникова Ускорение 16 Скорость 15 То Дуглас Сантос Должен быть ну хотя бы Не медленнее По крайней мере По части ускорения Сантос мне кажется Даже быстрее чем Смольников Дриусин Ну Дриусин нормально сделан В принципе На своем уровне Дзюба Что? Ну что? Ну игра головой 15 Ребята Ну Дзюбы Ну что за бред? Если у Дзюбы игра головой 15 То вообще Всем остальным игрокам Вы должны сделать Там мало Но Вот Посмотрим Сколько у Альвара Марата 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 Блядь 18 Вы вообще шутите что ли? Где Дзюба И где Марата Да вообще Ну по игре головой Марата Не превосходит Дзюбу точно Если вы Марате Рисуете 18 Дзюбиньо Ну Тоже хотя бы 18 нарисуйте Что за бред? Пас 11 Чувак плеймейкера При карпе не играл Умеет выдавать Передачу И просто Ну Видит поле Хорошо То есть Дзюбу сделали херовым Очень слабым Хотя Ну в данный момент Это Лидер сборной России Это Один из лучших игроков Зенита То есть Игра как Таргетмена У него просто Божественная Поэтому Блин Ну Знает Дзюба Очень слабо Сделан Очень слабо И Дзюба умеет Обыгрывать В отличии от Например Вот Шамуродова Которого я не видел Ни одного обыгрыша Вот матч Ростов-Зенит Дзюба Два раза обыграл соперника Именно вот обыграл Не просто мимо пробежал А вот прям обыгрыш Вот этот Дзюба Эрнани Что это за монстр? Объясните мне пожалуйста Если бы Эрнани был таким в жизни Он бы В аренду не в Парму ушел Блин А был продан В Ювентус За 100 миллионов Что за Вот Вот видно сразу Что человек Ресерчали не наши Потому что я видел Как играл этот Эрнани Он близко так не играл В России Бронислав Иванович Ну я думаю Хотя бы природные данные Нарисовали Как они есть Вот И Ну в общем Более-менее Но опять же Бронислав Иванович Ресерчили не наши Бронислав Иванович Еще со времен Челси Отресерчен Так Караваев Ну Караваева тоже Ресерчили не наши А европейцы Поэтому Караваев Супер топчик И в принципе играет Так же О Вечер в хату Как говорится Александр Кокорин Старается Открываться И бьет На точность Да Особенно стулом Бьет на точность Но он по-моему И стулом попал Не очень хорошо Тем не менее У Кокорина Вполне себе Годные скиллы Правда 28 лет уже Ну нет там Трансфера ФК Бутырку не прописано Нет Ну видите Он типа Бесплатно вернулся В Зенит Вот это прописано Коронавитор Которого уже никто не видел Много лет Данечка Круговой Кстати вот Круговому Стоило Ну как перейти Вернуться в Зенит Как Данечке Круговому Нарисовали норм скиллы Учитесь У разработчиков Песа То есть когда человек Был игроком Уфы на контракте У него Были говно скиллы Как только человек Перешел в Зенит И потом его отдали В аренду обратно В Уфу Стал топчиком Вот учитесь Как надо Далер Кузяев Ну Кузяев Неплохо сделан Честно говоря Прям очень Хорош Ну Зенит Вот Зенит В принципе За исключением Пары моментов Довольно годно Сделан Давайте смотреть ЦСКА Игорь Акинфеев Ну Акинфеев Понятно уже В возрасте Но Все таки Игра в штрафной 10 Не знаю Мне кажется Игра в штрафной У Игоря нормальная Но на выходах Он понятное дело Из-за маленького роста Плохо Иногда игра Но в целом Якоби Ёл Ну Якоби Ёл Это не опорник Все таки Я думаю Что это какой-то Вообще Человек Неопределенной Позиции Что-то вроде Мурана Филуини Вот Который Может Ближе к атаке Играть Посмотри Травмы У Мамаевой Кокоши Ну давайте Посмотрю Так Так Зенит Кокорин Травмы Нет Нет у них травм Бистрович В прошлом году В этом году Разрабы Догадались Наконец Сделать Нормальные Нормального Федора Чалва Игорь Дивеев Посмотрите на эти скиллы То есть Играл чувак В Уфе Ему там Говно Скиллы Рисовали Мне пришлось Самому Его сделать Вот примерно Вот таким А тут Стоило Перейти В ЦСК Сразу Ему рисуют Норм Скиллы И это Топ ЦЗ России Просто Бред По поводу схемы ТД Спартаке Думаю Она такая же Как в моем Эксперименте Который На ютубе Выходил На моем Ютуб канале Если Кстати Не подписаны Подпишитесь Посмотрите Ссылка На ютуб канал Под видео Под стримом На твиче Алан Загоев Хронически Травмирован Тут Он уже На 10 месяцев Автоматически Игра Его калечит Напористый Напарывается На травм Постоянно Седрик Гогуа Это вообще Весьма Непонятный Персонаж С нулем Игр За последние 10 лет Вот Ну наверное Да У него Какие-то Такие Скиллы Но Честно Меня Вот этот Игрок Ничем Не впечатляет Я вообще Не понимаю Почему Его взяли В ЦСКА И при этом Если вы Гогу Оставите В Центр Обороны Зачем Вы отдаете Никиту Чернова В аренду В другую команду Если у вас есть Потребность В центральном Защитнике Если у вас Молодой Карп Там какой-то Необстрелянный Выходит Ну понятно Что Никита Чернов Может не бог Обороны Но Во-первых Это российский Футболист Во-вторых Ну Я думаю Что он не хуже Гогуа И Шарли А если Россиянин Не хуже Легионера То должен Играть Россиянин Трансферная Политика ЦСКА Это конечно Уникальная Вещь Я многого Из нее Не понимаю Кучаев Вот тоже У ЦСКА Много игроков В чем проблема ЦСКА У них Неопределенная Позиция Неопределенная Позиция То есть Допустим Ахметов Обликов Это люди Креативщики Кучаев Кучаев Это Чувак Который Забивал В очко Дехея Понимаете Это ведь он Или Тимур Жемельдинов Кто из них Забил В очко Дехея По-моему Кучаев Забил И вот То на фланг Пихнут Куда-нибудь То в центр Куда-нибудь Пихнут И он в итоге Ни на чем Не специализируется Вы можете себе представить Что блин В Барселоне Поставили Месси На фланг Обороны Молоди Играя Там Защите Отрабатывай Я такого Не помню То есть И в итоге Талантливые игроки Они Не раскрываются Лукас Сантос Я это полено Видел в игре С Ференс Варошем Это просто Кусок дерева Он маленький Медленный И вот На такие скиллы Он близко не играет Если вы Блин Николаю Георгебиани Вот как у Георгебиани В Уфе скиллы Нарисовали Вот такие скиллы Лукаса Сантос Потому что Человек Вообще Абсолютно непонятный Челик И Устапушка 9 С ростом Метра 64 Классно Что это за Нейт Робинсон Просто Я не понимаю Хардер Магнессон Ну Магнессон Ни рыба Ни мясо Ну В принципе Наверное Такой он и есть Марио Фернандес Ну Не изменили Такой был Такой остался Спартак Еще не показывал Чернова Продали в КС Ну Вот И зачем продавать Зачем продавать Если вам самим нужен Такой человек В свое время В Марсиале Потенциал был около 150 А после перехода в МЮ Стал 190 Это жизнь Я говорю о том Что давно пора в ФМ Вводить потенциал Ситуативный То есть если игрок Играет хорошо У него соответственно И потенциал растет Если он там Переходит в топ клуб Соответственно у него партнеры Сильнее Тренировочные условия Лучше Он Ну По характеру Если там Профессионал какой-нибудь У него потенциал То есть Потенциал должен определяться Характером Если человек будет реально Заинтересован в том Чтобы работать У него этот потенциал Будет расти Ну да Какие-то изначальные способности Они определяют Будущее игрока Но в целом Потенциал для развития Должен быть у всех Вот Такое мое мнение Если я буду ставить Там Условного Какого-нибудь На Бабкина Если бы он был там Молодой На Бабкин 15 лет назад К примеру Я бы его ставил 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 Он у меня развился Там совершенно по-другому Нисимура Ну Тоже довольно непонятный Персонаж Очень странный Легионер Который не впечатляет Своей игрой Зачем он нужен ЦСКА Я не понимаю Ну нормально Найдите легионера Илюш Тогда пусть россиянин Там бегает Молодой Какой-нибудь Иван Обликов Ну вот видите Обликов Это вообще ни разу Не опорник Зачем Гончаренко Я не понимаю Ставит Обликов Вот сюда Вот куда-то Отрабатывать Там Пахать Обликов Это созидатель Ну просто Понимаете Человек Который Блин Последний пас Может отдать Который может Подключиться к атаке Забить Но это не тот Человек Который будет Блин Из глубины Там Как опорник Отрывать ноги Соперник Не будет этого делать Он не умеет Просто делать Занимир Шарли Вообще Непонятный персонаж Я не знаю Смотрю на его игру И на фоне Блин Дивеева Даже Шарли Выглядит Как какой-то Юнец Который первый раз Вышел Чувак Пришел из команды Белупо Я даже знаю С каким словом Можно зарифмовать Все это Но это Игрок Великих команд Белупо Капри Вица Салин Что это вообще Как можно такое Взять в ЦСКА Один из Сильнейших клубов Блин России Какое Что Вы возьмите Блин Они Чернова Продают Набирают Калп В команду Это же просто Смешно Я смотрю Как играет Это ваша Шарли И это Просто Смех Да и только Нет денег Нет денег В смысле Зачем Чернова Отдавать У вас есть Игрок Защитник Центральный Русский С чем вы берете Более плохого Легионера Я не понимаю В этом же Претензии А не в том Что нет денег Уфы Тоже Нет денег Ну Понятное Дело Что там Есть только Хорошее Предложение Поступает Продают Арнер Сигурсон Ну Сигурсон Неплохо Сделан Виктор Васин Ну Васин Вечно Травмирован Все таки У человека Уже Проблемы с травмами Хронически К сожалению На него Рассчитывать Невозможно В долгосрочной Перспективе Никола Влашич Ну Не знаю Влашич Наверное Дальние удары Заслуживает Побольше 14 хотя бы Что он Достаточно Часто Их Исполняет И неплохо Бьет Ну Завершение Атаки Иногда Подводит Конечно Но в целом Никола Влашич Не так уж Плох Тюмур Жумалединов Довольно Неплохим Сделан Кстати Донатерские Плашки Правее бы Переместить А то Закрывают Инфу Об игроках Какие Плашки А Понял Сейчас Подождите Очень Странно Ну Не знаю Как Куда Мне их Убрать Ну Ну ладно В принципе Не думаю Что это Как-то Совсем Страшно Ну ладно Ну ладно Я уже Называю Вам Игроков Просто По-другому Здесь Сделали И поэтому Такая Конкурируют Заходили Передадут Майлзу Классные Чем Уфе Боль Мастеровит И Боль Дорогие Что За Бред Вообще Восполнение Мью При Ван Гале Мы Видели Там Даже Руни Опорником Так Что Я Ничему Не Удивляюсь Просто Бредятину Как Можно Богданович Сделать Вот Таким Вот Просто Во-первых Он Не Менеджер По-прежнему Тренер В штате Они Даже Ему Скиллы Не Прописали Чувак Имеет Тактические Знания 10 Чемпион России Имеет Знания 10 Как Тренер Конечно Какие Тактические Знания У Симака Могут Быть Симака Никаких Тактических Знаний Нет Вот Олег Кононов Наверное Великий Так Да Кононов 15 Просто Тактик Великий Тактик Кононов Вертикальная Тикитака Просто Вот Смотрите Вот Примерно Так Кононов Играл Вертикально И забивал Голы Нашего Ресерчера Палкой Прибить Надо Да И Нужно Переделать Полностью То есть Опять же Мне придется Свой апдейт Делать Для России Потому что То Что сейчас Там Понаделали Просто Бред Идеалист Характер У Кононова Понимаете Да Смотрим Игроков Спартака Ребров Ребров Мало Кого Интересует В принципе Там Ничего Особо Интересного Андре Шурля Ну Шурля Неплохо Сделан Селихов Ташаев Ну Ташаев Даже Более Менее Тегиев Ну Тегиев Наверное Такое Есть Густил Густил Ну Более Менее Думаю Что Более Менее Артем Артем Тимофеев Тимофеев Кстати Довольно Сильно Сделан Счет на Того Что Чувак Ну В крыльях Все Таки Не Спартаке Ну Не знаю Я Плотно Так За крыльями Не смотрю Но А вот Умяров Так Себе Так Себе Природные данные Тем не менее Умярова 17 Ну Я думаю Что Умяров Все таки Приближен Где-то К реальности Потому что Ну вот Молодой игрок Но По крайней мере Понимаете Вот В чем разница Между Молодыми игроками Уфы Например Георгобиани И Умярова Потому что Умярова Здесь сделали Играбельным Персонажем То есть Если он Там Немножко Прокачается Там На пару Пунктов Все поднимет То это Будет Уже Вполне Годный Центральный Полузащитник Для РПЛ 18 лет Им всего А Георгобиани Сделали В 22 Года Таким Что Он Просто Ну Уже Не будет Играбельным Ещенко По прежнему Рисует Скорость Ускорения 13 Где они Это увидели Я не знаю Что У Ещенко Все таки Я думаю Скорость Уже С ускорением Ну Ускорение Явно Меньше 10 Тем не менее И продолжают Там Рисовать Какие-то Заоблачные Скиллы Ромочка Зобнин Ромочка Зобнин Тоже В принципе Норм Сделан Так Наверное И есть Играет На ментальных Скиллах Завершение Плохое Дальние удары Плохие Ну В общем И Причем Его не назовешь Полузащитником Разрушителем Потому что Как именно Как вот Отбиратель Он тоже Довольно Слабый И Пасер Невеликий Но он Выносливый Да Вот он Играет За счет Выносливости За счет Работоспособности В принципе Правильного Зобнина Сделали Айртон Лукас Нормально Просто Бегающий Человек Латераль Зелимхан Бакаев Ну Бакаева ТДСК Ставит Центр Даже вот Стральный Полузащитником Можно Видите в FM Вообще Вся эта Система позиций Она Довольно Ущербна Она Довольно Ущербна И Как вы Понимаете Да Ну В принципе Любого Игрока Поставь На непривычную Позицию Дай Сыграть Матчи 10 И он Уже Будет На ней Адаптироваться В FM Это так Не работает Там Несколько Сезонов Надо Наигрывать Одну Позицию Это же Бред То есть В реальности Поставил Гвардиола Ну Вернее Как Сначала Перевертайло Зинченко На фланг Обороны Там Не испортил Поставил Гвардиола Все нормально Он уже там Играл И при этом Тренировка Одной позиции Она идет Не в ущерб Остальным Тренировкам То есть Человек Продолжает Развиваться Ну Бакаеву Пас 8 сделали Человек Который Отдавал Голевые Просто На ура В последнем Матче Ну Зачем Пас Пас Принять Решение 9 Бакаева Сделали Каким-то Очень глупым Крайком Хотя Он Таковым Не является Все таки Ну Если сравнить Например Мирзова И Бакаева Это Небо И земля По уровню Умения Разыгрывать Мяч То есть Бакаев На уровень Выше Стоит Чем Мирзов Мирзов Может Пойти В какую-то Обводку Прострелить Вот Это Вот Уровень Ну Как бы Не то Что Уровень Но Это Задача То Что Мирзов Вот Умеет Но Мирзов Не может Выдать Там Какую-то Супер Гениальную Передачу Какой-то Тонкий Момент Увидеть А Бакаев Может Но Ему Вот Так Его Отресерчили Хотя Если Был Какой-нибудь Украинец И украинцы Его Ресерчили Они бы Его Явно Не так Отресерчили Они бы Там Ему Понарисовали Пас 16 Все Скиллы По Агрессивнее Я бы Сделал Потому что Он Реально Иногда Перегибает Во время Матча Очень Такой Жесткий Давно Здесь Применяет Подкаты Видите У него Это Все Есть Ферлана Уже Нет Спартаке Но Здесь Еще Имеется Гапонов Жиго Жиго Наконец-то Отбор Сделали Не 11 А Хотя 13 Более Менее Самуэль Жиго Выглядит Более Менее Ну Жиго Мы знаем Что Созидатель Да Он любит Подключаться К атакам Неплохое Достаточно Завершение Дриблинг Француз Отресерчен Классно Аяз Гулиев Ну Аяз Гулиев Почему-то Больше Считается Мастером Паса Чем Зелимхан Бакаев Ну В принципе Аяз Неплох Но Он тоже Более Агрессивный Аяз Он прям Идет В отбор Активно Жанно Почему-то В этой части Фланговый Игрок Алекс Крал Ну Алекса Крал В этой части Хотя бы Сделали Уже Не ЦЗ Ну И вот Видите Вот Что здесь Пишет Предпочитает Располагаться В центре При построении В три Игрока То есть Уже Есть Еще какие-то Навыки То есть Именно Сколько Игроков Должно Быть В Допустим Три Полузащитника Должно Если В схеме 4-4-2 Крал Уже Будет Плохо Смотреться То есть Вот Такое Нововведение Которое Может быть Не замечали Вот Но Здесь Это Есть Импровизация Одина А защитнику Не нужна Импровизация Защитник Импровизатор Говорят Враг Команды Хотя Жигуа С учетом Того Что он Ходит Часто В штрафную Вот У него Импровизация Как раз Есть Можно Ссылку На Офф Форум Дать С топиком Про Данные В России Что Ты Миш Дуфи Лолок Я не совсем Тебе Понимаю Бетка Вышла Сегодня Несколько Часов Назад Вот Ну Крал Я не знаю Вообще Как Когда Регеном Там Рисуют Скорость 15 15 Ну Объясните Мне Пожалуйста С какого Перепуга Украла Скорость 15 15 Украла 15 15 Скорость А Там У Условного Георгобиания Там 12 10 13 Там Или Что-то Такое Вы шутите Что-ли Ну Крал Даже По Позиции Не Краек То есть Я не знаю Где Эту Сумасшедшую Его скорость Видели То есть Где Он Ее Использует Как Они Скиллы Нарисовали Хорошие Но Я Я Я 12 12 13 Дал Крал По Скорости Но Я Не Вижу У него Какую-то Там Запредельную Скорость Там Можно Сообщить Ну Да Там Можно Сообщить Я Не Против Если Вы Это Сделать У Мярова Импровизация 11 Это Странно Ну Видишь Дисбат Это Неудобно Залазить Куда-то Там Далеко А Здесь Вот Всегда Видно Кутепов Нет Предпочтения В позиции То есть Он Может И В два Защитника Играть И в три В этом Плане Илья Кутепов Более Скажем Так Одарен Ну Кстати Показатель Кутепова Больно Уж Какие-то Хорошие Я Концентрацию Убрал Потому что Проблема Кутепова В том что Он Выключается Из борьбы Вот Сколько Я смотрю Спартак И Когда Играет Кутепов В обороне Он Часто В одном Эпизоде Он Шикарно Сыграет В другом Эпизоде Он Там Просто Зарывком Каким-то Не успеет Не успеет Что-нибудь Перекрыть Потому что Просто На Секунду Полторы Дольше Будет Стоять Застрянет Там Где-то Поэтому Какую-то Концентрацию Кутепова Где-то Девятку Я бы Нарисовал Джордан Ларсон Ну Ларсон На своем Уровне Играет Но Опять же Видно Что Человек Ресерчили Не наши Хотя По Скиллам Ларсон По завершению Лучше Чем Георгобиани Но По Дриблингу По Финтам По Всему Прочему Я думаю Что Джордан Ларсон Наравне С Георгобиани Ломовицкий Довольно Неплохо Сделан Максименко Максименко Не знаю Выбор Позиции Десять Я думаю Что он Получше Все-таки Убирает Позицию Явно Не на Десять Ну И Максименко Проблема Что Он Невысокий Просто Легко Ему Забить Просто Пробить Не в него И все Лоренцо Мельгарехо Вот Мельгарехо Завершение Атаки Тринадцать Это Какое-то Лицемерие Вот У Мельгарехо Завершение Атаки Ну Может Быть Шесть Семь Он Много Не забивает Есть Болельщики Спартака В чатике Ресерчеры Не смотрят В большинстве Своем На Игру Футболистов А уровень Репутации Клуба И знания О нем В мире Ну и что То есть Ресерчеры Все-таки Должны Как-то Грамотно Распределять Скиллы Игроков Ну Какая разница Вот репутация Вот Зинченко Из Уфы Перешел В Сити И что И норм Там Никто не говорит Что Зинченко Там Плохой Какой-то Игрок Да Он Вполне Тянет Уровень АПЛ И уровень Лиги Чемпионов Хотя Скиллы были Парашные На уровне Георга Бьяни И Мне приходилось Зинченко Вручную Переделать Ему нормальные Скиллы делать Вот именно Гост Зачем они Тогда Ресерчерами Становятся Ну как можно Мельгареха Нарисовать Завершение Атаки 13 Человек Вообще Ну как Забивает Один момент Там Из 100 Мельгареха Очень плохо В этом плане И не знаю Зачем ему Делают К тому же Крайний Защитник Да Опять-таки Все-таки Он там Вынужденно Играл В нападении В свое время Все-таки Это больше Такого Оборонительного Плана Футболист Ну в подыгрыше Вот он хорош Там Но Именно в завершении Я бы не сказал Что у Мельгареха Какой-то топчик Милкадзе Ну блин Ну вот Милкадзе Завершение Так хуже Чем у Мельгареха Да я бы так Не сказал Ну Милкадзе Конечно тоже Объект для шуток И так далее Но Милкадзе У Милкадзе Удар получше Чем у Мельгареха Резван Да У Мирзова 8 А у Мельгареха 14 Вы нормальные вообще Нет Ну Мирзов Скажем так Не настолько Ужасен В завершении Мирзов Хуже В принятии решений Вот ему 13 Чем-то нарисовали А я бы Мирзову Десяточку бы дал В принятии решений Потому что он Порой Ну там не знаю Примет мяч Начнет финтиться На ровном месте Соберет вокруг себя Толпу Там И засадит мяч Потом в одного из защитников То есть Ты довольно как-то Так себе Эзакейль Понса Ну Понса Хорошие скиллы Нарисовали В принципе Ну я бы может Скоростенки Ускорения вернее Добавил немножко Характер общительный Вот этот характер Николай рассказов Ну рассказов Более-менее Наверное Такой он и есть Ну импровизации Маловато Для человека Который может Забить два гола Свои ворота В одном матче Все-таки Наверное Надо импровизации Добавить Ну ура Ладно Зенит Ладно Смотрели Динамо Ну кого-то Изменили Игбуна Нет Игбуна не изменили Как будто Такой остался Так Где у нас там Максимиан Филипп Ну Филипп Видно что не наши Ресерчеры Да Клинтон Клинтон Нжи Завершение 14 До Нжи Завершение Тоже Ну на уровне Десятки Он довольно Быстрый Но завершение У него плохое Я не знаю Откуда вы Мильгареха 14 Рисуете Нжи Рисуете Ну там 8-9 Где-то так 10 Может быть Ну явно Не Явно не то Что ему там Понарисовали Краснодар Вот Краснодар Посмотрим Иван Игнатьев Игнатьев Как-то потерял Место Основе Камболов Довольно Неплохой Сделан ЦСКА Не завершают Скиллы Ну Только Чалова Нормального Сделали Первый год Так Мартынович Ну у Мартыновича Концентрация Явно не 18 То есть У Мартыновича Концентрация Где-то 11 Наверное Потому что Он очень много Ошибается Я не знаю Какая может быть Концентрация Какой настрой Внимание к мелочам Вы что вообще Вы вообще смотрите Игры Краснодара Мартынович Это вообще Защитник Очень Такой Ну Уж явно Концентрация Не усиленная сторона Может быть Игра головой Да Но концентрация 18 Ну что Шутите что ли Я как вспомню Матч С Базелем Когда он В самом начале Матча Просто взял Выкатил мячик На Соперника И выход 1 на 1 Организовал То есть Он очень Много Косячит Вот это Наверное В обороне Краснодара Главный пожарник Ну да Белорус Он в принципе Я думаю Вы могли Белорусы Отресерчить Юнес Намли Его чуть Посильнее сделали Чем в прошлом году Кристофер Ольсон Ну в принципе Такой Какой был Такой и остался Сергей Петров Кристиан Рамирес Так Матвей Сафонов Ну Сафонова Немножко Апнули Хорошо Хоть так Синицын Скопинцев Более менее Более менее Скопинцев 9 природных данных Что-то как-то мало Егор Сорокин Что Что у него С опекой отбором Почему 11-12 Ну Нельзя нормального Сделать Сорокин Почему 11-12 Ну Хотя бы Там 13 13-13 Уж можно было Ему поставить Спавич Более менее Стоцкий Стоцкий Как всегда Умеет все Ну Вернее Умеет играть На всех позициях Кроме центрального Защитника Но Так себе умеет Магомед Шапис Сулейманов Скорость 12 Друзья Алекс Крал Скорость 15 Магомед Шапис Сулейманов Скорость 12 Я просто Просто аплодирую Этому футбольному Менеджеру Потому что Ну Я конечно Все понимаю Да Ну Каким образом И Ускорение Ускорение Что это делает Кто это Рисует Почему Ну Явно Здесь Хейт Какую-то Сторону Краснодара Потому что Такие Скиллы Шапис Сделать То есть Он По завершению Там На уровне Мельгареха Ну Шапи Явно Лучше Завершает Чем Мельгареха Просто Бред Это Просто Бред Выбор Позиции 7 Это Защитная Характеристика Она Не имеет Значения Для Шапи Не Нападающих Надо смотреть На Игру Без Меча Крал Чехи Ресерч Нет В прошлом году Крал Был Хуже Я Помню Но Шапи Отресерч Просто Посмотрите Это Говно Какое-то По Скиллам Это Просто Какое-то Говнище Кто Ресерчил Шапи Ну Как Можно Так Его Отресерчить Ужасно Я Не Знаю Это Вообще Бред То Ну Скиллы Явно Не на уровне Шапи Сулейманова Просто Бред Какой-то Импровизация Внимание Друзья Импровизация Шапи 6 Он Типа На фланге Тупой И ничего Придумать Не может А Блин Иван Таранов Который Там Легенда Крылышек Советов Уже Столетняя Вот У него Импровизация 10 Ребята Запомните По мнению Ресерчеров Которые Делали Чемпионат России Иван Таранов Это Более Изобретательный Футболист Да Такой Вот Мастер Знаете Нестандартного Хода Мастер Обыгрыша Такой Вот Хитрый Футболист И Тупой Шапи Который Абсолютно Ничего Не умеет И Никакого Решения Принять Не могу Это Я из-за Кто Это Делал Вот Тут Пишут О том Что Что там Писали Что Надо На какой-то Форум Оставлять Заявочки Чтобы Ресерчеры Смотрели Блин Весь Чемпионат России Просто Зайдите И посмотрите Включите Логику И посмотрите Действительно Это так Или Это Не так Мне кажется Что Шапи Явно Во-первых Должен быть Быстрее Крала Должен быть Быстрее Почему У него Выносливость 10 Что он Умирает Что ли Полтайма Что ли Только Играет Это Какой-то Бред Импровизация 6 Кто Это Делает Это Отвратительно Ладно Идем Дальше Тони Вильена Дальний Удар 11 Хотя У Вильена И он Достаточно Часто Бьет У Вильена Неплохи Дальние Удары Ну Здесь 11 Сделали Как У Мельгареха Кстати То есть Вильена И Мельгареха Одинаково Хороши В дальних Ударах По мнению Разработчиков Этой Игры Не разработчиков А ресерчеров Ну Так Ресерчеры Блин Просто Класс Это Непонятно Вандерсон Ну Вандерсон Более-менее Сделан Кстати По Вандерсену Вопросов Никаких Ари Ну Ари Я бы Дриблинг Добавил Все-таки Ари В дриблинге Неплох Может Обыграть В остальном Более-менее Маркус Берг Ну Какой Маркус Берг У завершения Атаки 16 Вот Просто Вы Шапи Даете 10 А Маркус Берг 16 Да Если У Маркуса Берга 16 Завершения Атаки У Шапи Завершения Атаки Должно Быть Там 18 Просто Маркус Берг Завершения Атаки Ну Там 12 Но Не Больше Берг Очень Много Порят Я не знаю Что Его считают Каким-то Бомбардиром Потому Что Ну Может Быть Когда-то Он Там Забивал Но Сейчас Он Уже Старый Уже Не Такой Гений Да Ну Смотрите Вот Можно Конечно Сказать Что Вот Он В Саудовской Аравии Там Или В Эмиратах Где он В Греции Там За Фаворита За Панатянаикос Он Там Забил 65 98 Матч Это Греция Где Три Команды Паок Панатянаикос Олимпиакос Остальное Это Двор Вот Как только Серьезный Чемпионат Германии Да 54 Игры 5 Голов Вот Это Уровень Берга Понимаете То есть Нужно Смотреть Уровень Игрока И Скиллы Соответственно Ему Давать В зависимости От того В каких Чемпионатах Он Забивает Чемпионат Греции Чемпионат Там ОАЭ Это Даже Это Намного Хуже Чем Чемпионат России По уровню Команд Середняков И Аутсайдер Аутсайдеры Они По крайней мере Тактически Умеют Играть И Даже Условному Оренбургу Или Тамбову Ну Не просто Бывает Забить Потому что Они Как автобус Парканут И все Ничего Не сделает Вот Поэтому Бергу Ну Не надо Завышать Ну поставьте Ему там 12-13 Это справедливое Зарешение Атаки В принципе Для Маркуса Берга На его Текущем Жизненном Этапе Если бы Вот у него При игре Там за Гамбург Было бы В 54 Играх Там Допустим 30 голов Вот это Был бы Показатель Да Можно сказать В течении Всей карьеры И даже В сильных Лигах Берг Себя Показывал Но Конечно Для нападающего 54 игры 5 голов В серьезном Чемпионате Где уровень Сопротивления Соответственно Высокий Бундеслига Это Чемпионат Именно по Силам Он такой Достаточно Крепкий То есть Там Условно Даже в аутсайдерах Нормальные Защитники И Не так просто Забивать Естественно Там В какой-нибудь В каких-нибудь Эмиратах Там Берг Назабивал Но это же Не говорит О его высоком уровне Ремика Белла К сожалению Травмирован Но Скиллы ему хорошие сделали Скиллы ему сделали Очень хорошие Виктор Класс На 16 месяцев Выбыл Да Повезло Краснодару Со стартовыми Условиями Кристиан Куэва Ну Тоже Так Он Правда Отдан В аренду Ну Мало Фернандо Скорость 11 Ускорение 13 Явно уже Нет Уже Как-то Поменьше Двигается Довольно Медленно Но По-прежнему У него Хороший Удар Но Все-таки Скорость Наверное Не такая Уж Высокая Газинский Газинский По скорости Сопоставим С Шапи Хотя На мой Взгляд Это Не так Артем Голубев Вот он В Уфу В аренду У него потенциал Конечно Отличный Ну и Видно Что Это Игрок Неплохой Так Это был Краснодар Ну давайте Уфу Посмотрим Блин Это же Моя команда Че Тут Белинов Ну Белинов В принципе Более Менее Более Менее Игорь Безденежных Ну это Резервист Ловра Бизика Мы уже Чекнули Очень Такой Завышенный Ему Дали Здесь Скиллы Кэталин Карп Вот Неплохо Отресерчен В принципе Карп Не знаю Дальний удар Почему У него 11 Все таки Издалека Он как то Особо Не отмечается Ударами Вот Завершение Атаки Из предела Штрафной Он бьет Неплохо Поэтому Я бы ему Все таки Больше На решение Атаки Сделал Чем дальние Удары Потому что Карп Если подключается То Там он Опасен Ну Карп Вот Хорошо Сделанный Прям Мне понравилось Данил Фомин Ну Фомин Вот Более Атакующего Плана Не знаю Почему Его Опорником Рисуют Потому что Все таки Фомин Это Центральный Полузащитник Бокс Ту бокс Он Достаточно Быстрый Здесь Ну Какой то Он Недоделанный Какой то Недоделанный Просто Очень странно Чек Зениту Забивал Неплохо Открывается Ну Переделывать Надо Фомина Сделали Первое Касание 16 Вот Как Определили Что у него Первое Касание 16 Я Вот Например Смотрю За его Игрой Я Не вижу Какой то Феноменальной Техники У него Или Первое Касание Ну Первое Касание У него Может быть Там 12 13 У него Лучше Завершение Явно Дриблинг У него Лучше Явно Игра Без Меча У него Лучше Явно Ну И командная Игра Тоже Соответственно Принять Решение Лучше Ну Вот С Первым Касанием Я не Согласен Где 16 С чего Вы Это Взяли Где Вы Это Увидели Ну То есть Есть Вопросы Определенные Голуби Уже Смотрели Игбу Мы Смотрели Йокич Буэн Йокич Ну Йокич Уже Конечно Пожиловат Пожиловат Уже Яркош В Кайрате Уфе Уже Нет Ну Йокич Ладно Более Менее Андрей Козлов Ну Козлов Такой Наверное Есть Славочка Кротов Ну Славочка Кротов В этом сезоне Просто Ренессанс Какой-то Переживает Он Уже Забил В 4 Раз Больше Голов Чем В прошлом Сезоне Поэтому Неплохо Ну Кругового Мы тоже Видели Что Более Менее Йонас На Долчару На Долчару Сделан Херово Потому что Человеком Интересуется Рома Ну Отпека Отбор Там 14-15 Как минимум Лучший Защитник Центральный В Уфе Просто Можно Его нормальные Скиллы Сделать Наконец На уровне Алексей Никитина Сделан На Долчару Пуцко Ускорение 7 Я не знаю Почему Пуцко Ускорение 7 Нормально Ускорение Нормально Бегает То есть Уж явно Не ускорение 7 Ускорение 10 Может быть Но не 7 Сказать Что он Настолько Медлительный Я не могу Шафинский По-моему Друг Ресерчера Поэтому Его каким-то Сделали Довольно Неплохим Хотя В реальности Шафинскому Не доверяют Даже Кубковый Матч То есть И в Каких-то Предсезонных Играх Он довольно Неуверенно Играет Не знаю Ну это Чисто Такой Бэкап Уш На Резерв Сухов Вполне Неплохо Сделан Для своих 33 Лет Но Понятно Что он Довольно Быстро Деградирует Но кстати Сухову Природные Данные Прописали Лучше Чем Жиркову Удивительно То есть Сухов Тоже Возраст И травмы Сгубили Диму Сусуеву Джамал Табидзе Кстати Сделан Тоже Относительно Неплохо Относительно Надал Чар К примеру Сделан Неплохо Весь Ресерч Делается На глазок Но Можно Как-то Глазок То Напрячь Ларса Что-то Раззабивался При ТДСК Ну Пока Один Матч Рано Говорить Раззабивался Более Менее Альвия Тиля У Тиля У него Все-таки Больше На пас Упор У него Завершение Не такое Хорошее Пас У него Может быть 14 Но завершение Где-то 9 Наверное Не завершатель Не завершитель Не знаю Почему Ему такое Завершение Рисует Вембергара Тоже Каким-то Больно Сильным Сделали По игре Вембергар Даже близко На эти скиллы Пока не играет Забил Человек Один гол За Уфу В 20 Играх Вот это нападающий Вот это топ Азаралиев Ну Азаралиев К сожалению Много моментов Запорол в матче ЦСКА Наверное Вот такие Показатели У него и есть Павел Аликин Природные данные 8 Человеку 35 лет Играет Ему 8 Рисует Природные данные Ну вы немножко Подумайте Все-таки Уж не меньше Там 13 Наверное У Павла Аликина Батютина В Уфе Нет сейчас Ну в общем Такие вот дела Давайте смотреть Англию Вотфорд Естественно Лицензирован Потому что Это У нас Майлзовские Делишки Так Ну я Мью посмотрю Естественно Начну с него Серфио Ромеро Ромеро Неплохой вратарь Я не знаю Чего все так С дыхией С этим носятся Когда есть Серфио Ромеро Хороший вратарь И Продлевать контракт С дыхией Это ошибка Если есть Ромеро Санчес по-прежнему Какой-то Овертопнутый Как он кстати Играет в интере Так кто следит Люк Шоу Очень травматичный Сейчас у него Скорости такой К сожалению Близко нет Скорость у него Упала Крис Смолинг В роме Ну вот У Криса Смолинга Блин Скиллы просто На уровне Бога какого-то Древнегреческого Если бы Смолинг Так играл В реальности То он бы Не уходил бы Из имбью То он Зеба Довольно Неплох Поменялось ли Что-нибудь В самой игре Ну Скоро посмотрим Скоро посмотрим Не знаю Твич У меня вроде Не лагает Все нормально Ван Ван Бисака Ну Ван Бисака Вот отбор 18 Сделали И наконец-то Ему скорость Нормальную Сделали Потому что В прошлом ФМ мне пришлось Бисаку Вручную Справлять Потому что Просто Парашенный Был игрок И пришлось В апдейте Его переделывать Потому что Вообще Ни в какую Вестапушка Тоже Здесь у него Кстати Маленькая Не знаю Почему Хотя Рост Метра 83 Довольно Атлетичный Не может Он так Плох Прыгать Эшли Янг Когда Ван Бисака Перешел В Манчестер Юнайтед Болельщики МЮ сочинили Кричалку Что-то Типа 1 2 3 4 No Эшли Янг At Right Back Anymore То есть Типа 1 2 3 4 Никакого Больше Эшли Янга На Правом Фланге Тут Поломался Люк Шоу И Эшли Янг Стал Уходить На Левом Фланге То есть У них Там Что-то Было Была Какая-то Еще Типа Кричалка Типа Которая Заканчивалась На And He At Left Back Right Now Что-то Такое Ну Короче Поугарали Они Здорово Эшли Янг Природные Данные 15 Ну Такой Жирков Своеобразный Но Естественно Янгу Тяжело Играть Защитник Не Защитник Вообще Эрик Баи Это Хронический Просто Посетитель Манчестерских Больниц Потому Что Он Наверное Уже С бабками Там Очередь Занимает Заранее Дегу Далот Ну Далот Тут Реалистично Сделан Игрок Вообще Никакущий Я не знаю Как за него Заплатили Столько Бабок В свое Время Давид Дехе Реакция 20 Игра На выходах 8 То есть Акинфеев Играет На выходах Лучше Чем Давид Дехе Окей Поняли Приняли Фредди Господи Фредди Что Что Это Вообще Ну Какой Фред Отбор 13 Вы Видели Вообще Как Он Ступает В Отбор С Его Ростом 169 Он Просто Ножками Не достает Даже До Меча Ну Голок Анте Например Достает Фред Не достает Я Что То Вот От Фреда Не Видел Каких То Отборных Действий Что Это Такое Дехе Будет Тащить Когда Вся Команда Будет Так Любой Вратарь Будет Тащить Вся Команда Будет Играть Нормально Он Ливерпуль Поставил Адриана Ворота И Че Если Если Команда Тащит То Адриан Тащит Если Команда Не Тащит То И Алисон Не Тащит Все Ну Фреду Конечно Какие Тут Ну В принципе Это Скиллы Фреда Ну Платить За Такого Игрка 60 Лямов Это Конечно Перебор Мейсон Гринвуд Гринвуд Апнули Гринвуд Апнули Я Прям Даже Не Знаю Заслуженно Ли Пока Еще Человек Ничего Не Показал Такого Чтоб Прям Апать Ну Апнули Дэниел Джеймс Ну Вот Дэниел Джеймс Это Бестяра Но Его Почему Сделали Каким То Каловым Ну Серьезно У Дэниела Джеймса Завершение Атаки Хуже Чем У Фреда Вы Шутите Что Ли Сколько Забил Дэниел Джеймс Сколько Забил Фред Дэниел Джеймс Лучше Фреда Завершает Намного Вот Дэниел Джеймс Я буду Переделывать Как Хотите Но Это Не Его Скилл Здесь Это Человек Который Техника 12 Вы Вообще Футбол Ладно Наши Ресерчеры Да Они Может быть Реально Там На Отвяжи Сделают Игрок Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс Просто Вы Вообще Видели Его Игру Хотя Бо В Предсезон Скиллы Сделать Один День У Дэниела Джеймса Скиллы Просто Какие-то Говнястые Техника 12 У Дэниела Джеймса Вы Серьезно То есть У Мейсона Гринвуда 14 А у Дэниела Джеймса 12 То есть Вы Серьезно У Фреда 16 У Дэниела Джеймса 12 Вы Вообще Издеваетесь Что Ли У Диого До Лота Техника 14 Нарисована А у Дэниела Джеймса 12 У Эрика Бои 12 Который Лежит В Лазарете Что Это Вообще Что За Херня Дэниел Джеймс Один Из Самых Техничных Самых Быстрых И Креативных Игроков Манчестер Юнайтед Это Не Просто За счет Скорости Играет За счет Техники Он Забивает Он Обостряет И вот Рисует Парашные Скиллы Я не понимаю Серьезно Англичане Наверное Валиец Они Поэтому Его не любят Там Какая-нибудь Ненависть Тоже Какая-то Есть Межнациональная Типа Валиец Мы ему Говно Скиллы Сделаем Или Как-то Так Ну Блин Дэниел Джеймс Очень Хороший Футболист И Это Лучший Трансфер Юнайтед В это Трансферное Окно Безусловно И Сделать ему Вот такие Скиллы Это Неуважение Дэниел Джеймса Сделали Отвратительно Просто Отвратительно Фил Джонс Друзья Фил Джонс Вот Вот Это Человек С таким Лицом Вот У него Скиллы Лучше Чем У Дэниела Джеймса По Технике Друзья Центральный Защитник Более Техничен Чем Крайний Полузащитник Это Вообще Как Это Вообще Нормально Промокод На покупку Да Есть Все Есть Можете Покупать Так же Как В прошлом Году Сейчас Я Кстати Ссылочку Скину В чате Может быть Кто-то Захочет Приобрести Эту Игру Но Правда Так Сейчас Найду На Вот Пожалуйста Ссылочка Кто хочет Приобрести Игру У Джонса Да у Джонса Скиллы Вообще Блин Просто Запредельные Для Для Джонса Собственно То есть Это Какая-то Херь На самом деле Линда Лев Это Вообще Технарь По сравнению С Дэниелом Джеймсом Но при этом Смотрите Да Фил Джонс Отбор 17 Ну какого Чёрта У Линда Лёфа Отбор 14 Хотя Линда Лёф В основе Джонс Я не знаю Сейчас вообще Отбирает Наверное Только пенсию У бабушек Это Вообще Просто Я не понимаю По какому Принципу Вообще Производится Ресерч Ну они Когда-то Когда-то Там Лет 5 Назад Отресерчили Фила Джонса Да Отресерчили Игрока Но потом Травмы Ему просто Сломали Карьеру Фил Джонс Ну естественно Должен был Немножко По скиллам Опуститься Вниз Но они Продолжают Лепить Джонсу Вот такие Вот статы Но ребят Если вы Джонсу Лепите Такие Статы То вы Тогда Линда Лёфу Делаете Больше Или вы Джонса Убавляете Ну потому что Так не делается Джесси Лингард Человек Который За Там Невероятную Какую-то С прошлого По-моему Ноября Не забивает И не отдает Голевые передачи Этот человек Ему рисуют Просто какие-то Умопомрачительные Статы По технике Он опять же Лучше Чем Дэниел Джеймс Джесси Лингард Лучше Чем Дэниел Джеймс По технике Джесси Лингард Просто Феноменален Без мяча Ну естественно Да Без мяча Я согласен Джесси Лингард Лучше Чем Джесси Лингард С мячом Но То есть Игра без мяча Он типа так Охренительски Открывается У него Охренительская Какая-то Командная игра Но я не замечаю Что Джесси Лингард Это был какой-нибудь Там Давид Сильва В Манчестер Сити Игра без мяча 18 Он должен как-то Божественно Открываться Выходить на оппозиции Обыгрывать Собивать Но этого всего нет Тем не менее Скиллы нарисовали Будь здоров Какие Джесси Лингарду Причем Психологические Скиллы ему Классные нарисовали Я не знаю Я что-то не понимаю Харри Магуайр Ну Харри Магуайр Не знаю У Джонса Отбор намного лучше Чем у Магуайр Джонс намного быстрее Чем у Магуайр Ну игра головой Разве что 100 прыжков 15 всего У Магуайра Хотя у Магуайра Она должна быть На уровне Ну более высоком Зачитной И друзья Опять же Альвара Марате Нарисовали Игру головой 18 Харри Магуайру Нарисовали 17 Ну как это вообще возможно Это разные классы Игры головой Если Допустим Поставить Магуайра Поставить Марату И навешивать Я уверен что Магуайр Выиграет Ну из 50 Подач Ну подач 45 Выиграет Магуайр Ну может быть 5 раз Марата Каким-то образом Там доберется Но Игра головой Просто на разном уровне У Магуайра и Мараты Марсиаль Ну Марсиаль Более-менее Марсиаль более-менее Дриблинг 19 Ну да Дриблинг у Марсиаля Хороший Но игра без вича Лучше не у Марсиаля А у Лингорода Вот это я тоже не понимаю Без вича Марсиаль играет лучше Тоже Чем Джейси Лингород Умеет открываться Все-таки Антони Ну сейчас Это лидер Атаки МЮ Это лучший нападающий Манчестер Юнайтед На данный момент Хуан Мата Ну Мата Такой прям элитный Плеймейкер Хотя в этом сезоне Сильно сдал Хуан Внимание Матиш Да Порезали скорость Наконец-то Матиш Очень медленный Неповоротливый Скотт МакТомин Странный Странный полузащитник Его здесь сделали Ну хотя он И опорника Может сыграть Ресерч Да Очень странный Очень странный Смотрите друзья Скотт МакТомини По технике Превосходит Дэниела Джеймса Ну как это возможно Вообще Ну как это возможно Координация У Скотта МакТомини 16 Хотя довольно неуклюже Там в одном из последних матчей МакТомини Обосрался Там Изобили Гол футболиста Норвича Вот теперь Запомнили Да 16 координаций У МакТомини У Дэниела Джеймса Координация 14 То есть Низкорослый Бегунок Краек Супер Талантливый Который Закладывает Корпусы Вправо И влево По мнению Разработчиков Менее Координирован Чем Долговязый Достаточно Неуклюжий Скотт МакТомини Но я не Назову МакТомини Каким-то Ловкачом Да Но его сделали Просто Ловкач Трюкач Какой-то Прямо Этот Технарь Вы серьезно Вообще Вы вообще Футбол Смотрите Немножко Или может У тебя Скиллы Как-то Неправильно Понимаю Скотт МакТоми Техника Эта Эта характеристика Отражает Эстетические Качества Игры Футболист То Как он Изящно Работает С мячом Техника Имеет Важное Значение Для умения Отдать Хитрый Пас Перевести Мяч Для Другой Участок Поля Я Че-то От МакТоми Не вижу Каких-то Хитрых Пасов Не вижу Каких-то Технических Приемов Какой-то Эстетики Там Он Просто Отдает Тогда У Дэниела Джеймса Техника Должна Быть 16 Вообще Потому что Джеймс И пас Может отдать И обыграть Может И на скорости И без скорости И на маленьком Пространстве И на большом Прокинуть Может То есть Совершенно Разные уровни И англичане Вот так Ресерчат Своих Кого они Видят Они их Видят И они Вот такой Безграмотный Ресерч Дают Потрясающе И кстати Вот дальние удары То в чем Силен МакТоминый Дальние удары Это как раз таки Особенность Скотта МакТоминая Он забил Уже по-моему Ну Голов 5 Дальними ударами За Манчестер Юнайтед В разных турнирах Фред Сколько забил Фред по-моему Один гол только забил За Юнайтед И то Из штрафной Ворота По-моему Вуверхемптона Или Хала Хала По-моему Забил Фред Но у Фреда Дальние удары 12 Спрашивается Как Ну как Но МакТоминый Забивает Дальние удары Почему У Фреда Дальние удары Лучше чем У МакТоминые Ну не лучше У Фреда Дальние удары Чем у МакТоминые Если вы МакТоминую Ставите 8 Дальние удары У Фреда Они должны быть 7 Это прям Бред Какой-то Может Джеймс Развивается Через 3 года Ну Джеймс Уже сейчас Сильнее Чем МакТоминый Например В технике Но техника Лучше у МакТоминой Дальние удары При этом МакТоминое Говно Я не знаю Как они Смотрят Вообще Свой футбол Английский Это же Англия Это же их чемпионат Почему они Это не видят При этом Андреаса Перейра Они делают Каким-то Технарем То есть Джеймс У них Нет технарь А Перейра Прям великий Просто технарь Прям дриблер Технарь И так далее И тому подобное И дальние удары У него 15 Ну дальние удары Неплохие у Перейра Я не спорю Но у МакТоминой Они не намного хуже Чего мешает То есть Одних они Ресерчат нормально Других они Ресерчат плохо Ну Поль Погба Более-менее Конечно Погба Это топчик Без вопрос Лучший Полузащитник Мью Жалко Только что он один Такого уровня Ну Более-менее Решфорд сделан Более-менее В принципе Более-менее Ну тоже Координация У него хуже Чем у МакТоми Что очень странно Насколько Хорошо Игрок держится На ногах Как с мячом Так и без него Ну то есть Как это Без него Что Что Ну ловкость Может стартовать Останавливаться Двигаться Ну не знаю Нет Все равно Координация Лучше У Джеймса Должна быть Просто ниже Ростом Такой вот Поворотистый Быстрый Маркс Роха Ну у Роха У Роха Проблема Кстати с выбором Позиции Вот гол Который Челси Забил Он на совести Маркса Роха Потому что Роха Безграмотно Выбрал позицию И когда Магуайр Передал игрока Роха Говорит Ну что ты его Не держишь-то Роха не смог Перекрыть направление Для удара И получилось так Что Батшуай Аля Диде Дрогба В лучшие годы Там пробежал Через всю площадку Забил Все там восхищаются Но ребята Это просто бездарная Игра защитника Маркс Роха Там абсолютно Ну показал Почему он не основной Игрок Юнайтед При всех проблемах Юнайтед Роха показал Почему он не основной Футболист Манчестера Далее Смотрим На Кого Ну давайте посмотрим На Ман Сити Хорошо Пенки 16 Ну да Пенки конечно Не самая сильная сторона Эдерсон Морайс Пас 17 Вот это Вот это Хорошо Ресерчили Да Морайс Вот он Очень Пасующий вратарь Это правда Но Игра на выходах 17 Что-то я здесь Не согласен Эдерсон Не так хорош на выходах С его ростом Смех какой-то Странный Ресерч Фернандиньо Оттянутый Плеймейкер Фил Фоден Ну Фил Фоден Молодой Перспективный Пока трудно сказать Чем он выделяется Жизус Ну какой был Такой остался Гюндаган Нет Ну в принципе Игроки Сити Отресерчены Норм Ну то есть Ну вот Как есть Так они Отресерчены Но Леопорд Первое касание 14 Техника 15 Дриблинг 13 Лучше чем У Дэниела Джеймса Все показатели Вот это Просто Я не понимаю Ну Триаду Морезу Они почему-то Делают нормально А Дэниела Джеймса Они не могут нормально Сделать Минди Денит колено Ну а там Минди Ребята Опека Отбор 16 16 Тут я не согласен Ну а там Минди Не так хорош Он хорош Созидание То есть Он такой Созидательный Защитник Но По части Именно Оборонительных Функций Я бы не сказал Что там Минди Топчик Прямо Топчик Топчик У Рэша Штрафные 13 Вот Родри Недавно Перешел В Сити За его Игрой Я так Подробно Не наблюдал Но Больше Нацелен На разрушение Такой Игрок Системы Конте Лерой Санне Вот Лерой Санне Примерно Такие же Скиллы Должны быть У Дэниела Джеймса Кстати Ну может Навесы Не такие Чуть похуже Но По части Всего остального Дэниел Джеймс Должен выглядеть Вот так Чтоб вы понимали По игре Вот в этом сезоне Дэниел Джеймс Не хуже Санне Бернардо Силва Очень хорош Ну вот Бернардо Силва Вот он Таков и есть Это на мой взгляд Вообще Сейчас Один из лучших игроков Ман Сити Мне очень нравится Этот футболист И Ну в Афеме У него скиллы Действительно Близки к реальности Очень сильный игрок И когда Юнайт Проиграл борьбу Сити За него Я понял Что все Так быть не должно Где Санне И где Джеймс Ну в смысле Где Просто у Санне Партнеры нормальные А у Джеймса Извините Блин С кем играет Джеймс В центре поля У него Мактомини И Фред А у Сити Там Бернардо Силва На одном фланге Санне На другом фланге Гюндаган Дебрюйна Давид Силва Это топчики Это топчики Вообще Ну Сравните Блин Фреда Мактомини И Центр поля Сити Это просто Разные уровни Тем более Санне Сломался Джеймс Не хуже Санне Который Играет Даже Сто взяли Фреда Да Давид Сильва Тоже Очень сильный Футболист Один из самых Техничных На планете Вообще Давид Сильва И Ну Фэм Его грамотно Отресерчили Только Не знаю Я бы ему Природные данные Побольше дал Потому что Он и сейчас Играет Очень здорово Рахим Стерлинг Очень серьезно Прибавил Вот Рахим Очень серьезно Прибавил Техника 14 всего Не знаю Игра Безмечательная Ну В принципе Нормально Его сделали И у него Сумасшедшая Физика Открывается Забегает Просто Божественно При Гвардиоле И Мне очень нравится Как играет Рахим Он Шаг вперед Сделал Видно Что при Гвардиоле Игроки Прогрессируют Просто Видно Джон Стоунс Не знаю Насколько У него Пас 15 Что-то Я не замечал От него Каких-то Супер Пасов Тьфу ты Конто Родри Не Конто Тренер Атлетика Семёны Семёны Что-то Пас Семёны Семёны Брака Брака В Уфе Где У тебя Партнёры Не уровни Сити В Сити Так он Вообще Топчик Но Зина Я бы не сказал Что Зина Техничный Джеймс Они на одном Уровне Я думаю По технике Если у Смольникова Скорость 16 Нет У Смольникова Явно не 16 Там 13 Наверное Зинчатку Да 37 Миллионов Ну Оценён Правильно Абсолютно Правильно Но Вот Зинчатка Должен быть Понимаете Лучшим Украинским Игроком Прямо Сейчас Потому что Ну на данный Момент Это сильнейший Игрок Украины Александр Зинчатка Это лидер Сборной Украины Это Топчик Но мы Сейчас зайдём В сборную Украины Понимаете Посмотрим Тамошний Ресёрч И поржём Потому что А давайте Прямо сейчас Зайдём Вот вы запомнили Да Скилл Зинченко 12 13 12 13 Хорошо Украина Кто у нас там Есть Сной состав А нет Сборная О Сейчас посмотрим Итак Ну Пятов Ладно Это вратарь Макита Шевченко Тоже Тарас Степаненко Друзья Тарас Степаненко Скиллы Там По 17 По 16 По 18 То есть Они Ну это Типично Такая Украинская Система Да Когда Мы Вроде бы Как Общий Скилл Общий Скилл Ну Текущих Способностей Там 130 Допустим Он не выделяется Но они так Скиллы Распределяют Что По сути Без слабых мест Степаненко То есть Ему Видите Специально Там Занишают Угловые Бросы За боковой Чтобы Это Не портило Общий Уровень Уровень Чтобы Не тратить На это Большое Количество Скиллов И Смотрите Что Они делают Основные Скиллы Берут Какие Важны Опеку Отбор Они делают Максимальные Потом Вторичные Скиллы Типа Пасса Тоже Такие Неплохие 17 Команды Играны Видите Все Что Выделено По сути Оно Сделано Прям По максимуму Храбрость 18 Работоспособность 18 Концентрация 16 Командная Игра 17 То есть Понимаете Это игрок Уровня Топ Клуба Какого-то Просто Тарас Степаненко Виктор Цыганков Ребята Виктор Цыганков Техника 16 Дриблинг 15 То есть Зинченко Вообще Рядом Не валяется Посмотрите У Зинченко Там 12 13 Были Скиллы У этого 15 14 16 Вообще Ну Как можно Это пропускать Просто Такой Ресерт Если бы У Виктора Цыганкова Были Такие Скиллы Он бы Уже Играл В Европе А не В киевском Динамо Просто Бред Просто Бред Нет Они ему Нарисовали Там Все По 13 По 15 По 16 То есть Он Круче Джеймса Круче Дэниэла Джеймса Виктор Цыганков Ну В Юнайтед Дураки Сидят Надо было Не Фреда Покупать А вот Виктора Цыганкова Великий Техналь С дальними Ударами Со всем 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 Что только Можно было Ему Выкрутить Ему Выкрутили Ему Поставили Идеальный Характер Идеалист Чтоб он Лучше Еще Прокачивался При этом Ну Вот Собственно Так Это и Происходит Роман Еремчук Ну Это Хотя бы В Европе Играет И смотрите Как Какая Сильная Просадка Сразу Если человек Выступает В Европе Ему Сразу На его Ресерч Потому что Не украинцы А Европейцы У него Сразу И техника 12 Становится Ну То есть Игрок Неплохой И Еремчук Неплохой Игрок Ну Примерно Вот На эти Статы Наверное Он играет Но Так как Его Ресерч Не Украинцы У него Сразу Там И концентрации 7 И как То Импровизация Всего 9 Ну То есть Его Реально Там Бельгийцы Как-то Отресерчили По-своему Витя Цыганков Играющий В киевском Динамо Который Моложе Чем Еремчук У него Скиллы Топовые Потому что Его Ресерчат Свои Типа Чемпионат Украины У него Техника Топовая Импровизация Топовая То есть Вы видите Как это Работает А украинцы Которых Реально Ресерчат Уже Другие Люди Видно Что не Украинцы Его Ресерчили Несмотря на то Что он Старше То есть Еремчук Старше Еремчук Топовее Безусловно На данный Момент Чем Цыганков Но Его Ресерчат Другие Люди Естественно У него Скиллы В итоге Ниже Сразу Это Видно Ермоленко Ну Ермоленко Игрок Который Уже Много Лет На Виду Который Играл В Баруси Который Показал Себя Там В Европе Поэтому К Ермоле Претензий Нет То Что Это Действительно Футболист Который Обладает Определенными Характеристиками Навыками И Который Играет В АПЛ Если Человек Реально Владеет Какими То Скиллами Он Играет В Нормальной Лиге Он Не Сидит Чемпионате Украины Там До 100 лет Он Естественно Переходит Куда-то И Там Показывает Себя Ермоленко Долго Сидел Чемпионате Украины Но Опять Таки Какие-то Скиллы Я думаю Что Все-таки Ему Надо Было Порезать Потому Что Ну Не Самый Он Все-таки Топовый По меркам Вестхэма Даже Наверное Он Может Забить Он Забивал Мью В этом Сезоне В принципе Показывал Неплохой Футбол Но Какие-то Очень странные Все равно У него Характеристики То есть Ускорение 12 К примеру Это Очень странная Характеристика При этом Почему-то Почему-то Ну Зарешение атаки Я бы ему Убавил Все-таки Он не 100 из 100 Там Забивает Не такой Прям Великий Голиадор Даже В киевском Динамо У него За 227 Игр Меньше 100 Голов Поэтому Наверное Зарешение атаки Там Где-то 13 Но Скорость Может быть 15 Но Ускорение 14 У него Довольно Неплохое Ускорение Ну По крайней мере Потому что Я видел Но Опять-таки Футболист Неплохой У Еремчука Ускорение Больше Ермольник Ну На самом деле Довольно Странно Ну Ладно Здесь Еще Более Менее Ермольник Это Понятно Но Зинченко Тоже Просто Херов Сделали Если У вас Блин Цыганков Из чемпионата Украины Обладает По 14 15 Все скилы То Зинченко Должен Быть Вообще На порядок Лучше Игрок Выступает В Одной Сильнейших Команд Мира Причем До травмы В основе Выступает Человек Обладает Прекрасным Пасом Играет У Гвардиолы Развивается Супер Профессионал Ну Вот Видите Сделали Его Хуже Роман Зазуля Играет В Испании Поэтому Вы видите Завершение Атаки 10 Собственно Видно Когда Украинцы Ресерчат Не украинцы А испанцы Тут Сразу Все Показатели В общем-то Идут Ну Наверное Туда Куда Они должны Быть Там Где Они должны Быть Другое Дело Артем Беседин Который Играет В чемпионате Украины И поэтому У него Ну Более Менее Такие Скин Ну Видимо Они Больше Его Что-то Не Подкрутили Ну Хотя Было Было Странно Выкручивать На 12 Завершение Атаки Нападающему Который За 60 Игр Забил Меньше 20 Голов Они И так Наверное Уже Как могли Так Ему Подняли Но Все-таки Нельзя Было Выше Прикручивать Денис Бойко Вратарь Ну Это Вратарь В принципе Там Особо Не Подкрутишь Микита Бурда Ну Вот Учитесь Друзья Микита Бурда Топ Защитник 24 Года Нет Здесь Нормально Ничего Особо Не Выкручено Все Более Менее Нормально Ну Я думаю Что Бурда Он Играет На Такой Скилл Это Не Без Превышения Здесь Все Нормально Богдан Будко Ну Тут Тут Здесь Вот Тоже Вполне Адекватно От Ресерчеля То есть Каких-то Перескоков Перешкала Нет Нормально Но Человек Играл В Амкаре Видимо Поэтому Его Так Как Зинченко Тоже В России Играл Буяльский Виталий По Дриблингу Сильнее Зинченко Друзья Запомните Пожалуйста Виталий Буяльский По Игре Без Меча Виталий Буяльский Сильнее Зинченко Запомните Дорогие Друзья По Скорости Виталий Буяльский Играющий В центре Поля Сильнее Зинченко Который Играет На фланге В обороне В Манчестер Сити Ну Кому Какое До Этого Делаете Виталий Буяльский Играет В киевском Динамо Который Сильнее Чем Манчестер Сити Александр Караваев Это Более Менее Сделан То есть Можно поверить Такие Скиллы У игрока Чемпионта Украины Хачериди По Прежнему Мастер Отбора Тут И Опеки Просто 16 15 Что Это Такое Ну Ладно Хачериди Мы Давно Видели Ну Коноплянка По крайней Мере В Европе Поиграл Попылил Поэтому Его Такие Статы Они Объяснимы Тем Что Человек Реально Играл В Европе Ну Кстати Ему Смотрите Работоспособность Храбрость Там Все Характеристики Видимо Остались Еще Из Европейского Ресерча Поэтому Он Какой Такой Нескладный И Смотрите На Игрока Чемпионата Украины У которого Все Ровненько Храбрость 16 Где Они Берут Храбрость 16 Виктор Коваленко Как Они Это Определили Они Просто Знают Важные Характеристики И Вот Их Выкручивают У Виктора Коваленко Вообще Нет Слабых Мест И Он Такой Достаточно Классный По Скиллам Потому Что Умеет Все Умеет Все Просто Виктор Коваленко Нигде Не Играл Кроме Шахтера Скиллы Лучше Чем Зинченко Скиллы На уровне Виктора Линда Лев Человек Играет Шахтере До этого Играл Металлурге Запорожье Нормально Нет Вообще Если Кривцов Такой Классный Че Он Играет В чемпионате Украины За оплату В 9000 Если Он Такой Классный Был бы Он Играл Как Зинченко В Англии Евгений Макаренко Ну Тоже Видите То есть Распределено Все Очень Так Грамотно Руслан Малиновский Вот Что Это За Скиллы Расскажите Мне Пожалуйста Что Это Такое Ну Да Он Может Забивался Штрафных Может Дальние Удары Есть У него Я Честно Говоря Правда Не Знаю Насколько Это Так Но Человек Все Так В Европе Играет В Бельгии Там Может Быть Он Впечатлил Всю Бельгию Своими Голами Но Очень Подозрительно Крутые Скиллы То есть На уровне Прямо Очень Хорошего Полузащитника Европейского Прямо Ну Серьезные Скиллы Серьезные Мне кажется Не на уровне Аталанта Там Генка Все таки На уровне Чего-то Серьезного Ну да Я понимаю Что он сейчас В Италии Как вам Кстати Если кто Следит за Аталантой Как вам Игра Руслана Малиновского Соответствует Она этим Показателям По вашему Или нет Я вот к сожалению Ни одного матча Аталанты В этом сезоне Не смотрел Поэтому я не могу Сказать что там Он Плох Хорош Может действительно Лидер Аталанты Тогда Нет вопрос Но если нет То нет Вот Марлес Техника Техника Дриблинг 17 Какой Марлес Какая Футболист По показателям Да Да У сборной Украины Я смотрел Матчи Ну Вполне Неплохо Смотрится Но Не знаю Если честно Бразильцы Они обычно Ну все таки Марлес Хоть по паспорту Украинец Но мы понимаем Все Это бразильский Футболист Ну Если они Себя хорошо Проявляют То они Скажем так На расхват Малиновский Очень хорош Ну хорошо Значит Малиновский Себя Оправдывает Микола Матвиенко Ну Микола Матвиенко Еще один Левый Защитник Который Лучше Зинченко По Некоторым Показатель Нет Как оборонительный Игрок Я ничего не говорю Действительно Зинченко Не самый лучший Оборонительный Игрок Ну По игре Без мяча Может Микола Матвиенко Быть лучшим Игроком Манчестер Сити Кажется Что нет Все таки Мне кажется Что Как-то Ну Вот это Не совсем Правильно То есть Надо Зинченко Тогда Поднимать Или Миколенко Тоже Быстрее Зинченко По Многим Характеристикам Лучше Не знаю Один у Гвардиола Играет Другой При этом Импровизация Почему-то Ему Один сделали Хотя Крайний Защитник Уж Явно У него Не один Наверное Импровизация То есть Какие-то Статы Там Завышают Какие-то Занижают Почему-то Не совсем Понятно Почему Мне кажется Что Виталий Миколенко Все-таки Не Настолько Бездарный В плане Импровизации Я бы Другие Скиллы Подубавил Может быть На несколько Единичек Какие-то А Импровизация Думаю Ну Хотя бы На уровне 9 У него Наверное Есть Или он Что Просто Бежит По рельсам Очень странно Так Какую команду Дальше Смотрим Ладно Пока Предлагаете Варианты Давайте Лондонский Арсенал Посмотрим Так Ну Эмилиана Мартинес Неинтересно Несут Азил Сколько Можно Азилу Вообще Рисовать На уровне Скиллы Человек Уже Не играет На своем Уровне Несколько Лет А ему Там Все Рисует 19 Принятие Решений 16 Импровизация Что Это Бурет Какой-то Кенрих Махитарян 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 Все еще Рисует Высокую Скорость Понятно Что Он ее Уже Потерял К сожалению И природные данные У Махитарян Главное 18 Жиркова Там 8 А у Махитаряна 18 Вы издеваетесь Вообще Махитарян Уже Растолстел Еле Ходит Ему 18 Рисует 30 лет Жиркова Блин 35 Который Бегает Носится По флангу Как не знаю Кто Ему там Рисуют Просто 8 Что за бред Я этого не понимаю Просто не понимаю Шкодран Мустафи Скорость У него есть Ускорение Отбор Прям идеальный ЦЗ Да И кстати Координация И ловкость Лучше чем у Дэниела Джеймса Техника Как у Дэниела Джеймса Шкодран Мустафи Запомните Пожалуйста Этого Беста В кубке Лиги Отыграл На все 100 А Зил Имеет скорость Как у Шапи Не знаю Рафесники Да Кстати Много шуток На эту тему Сократис По пастотопу Сопек Отбор По 17 Ну Сократис Всегда Отличали А вот Эти Качества Такие Чисто Оборонительные Николай Пепе Ну Николай Пепе Купили за большие деньги Но я честно говоря Вот смотря за игрой Николай Пепе Я не вижу Вот в чем он Сильнее Дэниела Джеймса К примеру И Пепе Сделали Каким-то Монстром А Джеймса Каким-то Задохликом Хотя Как мне кажется Джеймс Не уступит Пепе Прилично Забивать Правда В свои Ну да Так Киран Тирни Уж бедра 4 месяца Все никак Мы его не увидим В деле Лука Сторрейра Ну несмотря На вроде бы Невысокий рост Он хорош В отборе В агрессии Ну храбрость У Тирейра Меньше Чем у Любого игрока Сборной Украины Кстати Выбор позиций Очень хороший Но Тирейра Мне нравится Из игроков Арсенала Лука Сторрейра Очень хорош Прям вот Очень Джо Уиллок Молодой Гранит Джака Пас 18 Че Че Ребята Ну я конечно Все понимаю Но Пас 18 Это там На уровне Давида Сильвы Там На уровне Маты Лучшие годы Да Ну Джака Ну 18 Пас Ну Че Я конечно Все понимаю Ну Техника 17 Первое касание 16 У Джаки Ну я бы Еще мог Поверить То что У Джаки Там Дальний Удар 18 Да И у него Здесь 15 Но Что у Джаки Пас Четверх Плеймейкер Он может Дать пас Но 18 Это Прям Овертоп То есть Это Один из Признанных Тони Кросс Например Да Тут Лука Модрич Такие вот игроки Обладают пасом выше 15 Гранит Джака Я не могу сказать, что он не умеет Пасовать, к примеру Ну 18, если вы Джаке даете 18 То Зинченко должен иметь 20 Потому что Зинченко дает пасы А Джака Ну, если у вас Джака 18 То у многих игроков пасы должны быть Намного выше Ладно, дальше поехали Пьер Америка Абамиянг Заметьте, друзья, у Абамиянга 1 касание 14 Техника 14 У Джаки 1 касание 16, техника 17 Вот кто вам скажет Что Джака более техничный Чем Абамиянг Даже вот в рамках одного клуба Ресерч безграмотный Разрабы FM Давно скрытые фаны Арсенал Поточный, я понимаю Но вот Как можно дать Например, технику Первое касание Джаке лучше, чем Абамиянгу Просто я не понимаю Игры Реала Ну, Кросс, может, и ходит пешком Но паста у него никуда не делась Естественно, они постарели уже, да Ну Они физически По кондициям Я не говорю же там Скорость сделать Кроссу 20 Я говорю о том, что пас у Кросса хороший А пас у него до сих пор хороший Эктор Белерин Друзья, Эктор Белерин Первое касание 12 У Джаки там сколько, 17, да? Или 16 Это просто смешно Ну, Белерин лучше по технике, чем Джака Да, не Сибалиес Да, даже Ой, ребят Ну, Сибалиес Да, он медленный Он не попадает в темп Он такой Ну, достаточно пока не адаптированный К игре В Арсенале Но пас у Сибалиеса Должен быть лучше Чем у Джаки Вот по части паса Пас это то немногое В чем вообще Сибалиес соответствует уровню сильной команды Но Сибалиесу дается пас 16 А Джаки 18 Понимаете, да? Это просто жесть Да, Белерин, кстати, зря снимался там в ролике с Майлзом Сидел там Рассказывал о том, как он любит окружающую среду Что там экология И его еще Майлз покалечил Потому что, видимо, Белерин отказался от перехода в Уотфорд И он говорит А, давай, на 4 месяца Кресты я тебя порву Такой вот Майлз кровожадный Так что, друзья, если вас Майлз позовет на свой стрим Отказывайтесь Потому что это у нас плохо закончится Колум Так, нет Колум Чемберс Не знаю Чемберс, наверное, нормально сделан Давид Луиз Давид Луиза ускорение 15 Вы шутите, что ли? В 32 года у Давиду Луиза ускорение 15 У Магомеда Шапи Сулейманова 13 Я так вот По-моему, 13 или 12 Сколько? Давид Луиз, ребята 32 года Ускорение 15 Да, так и есть Офкорс Ну, или не, наверное, норм Мартинель я его где-ли не видел Маттео Гендузи, ребята Вот Гендузи, который реально тащит, да Быстро бегает Вы хотите сказать, что, блин, у Гендузи и у Луиза одинаково ускорение, что ли? Бред какой-то Гендузи сейчас вообще топчик Луиз сильно завышен, да Ну, Гендузи... Нет, Гендузи, наверное, такое и есть Но на фоне других игроков, когда там у Джаки пас 18 Блин, ну, Гендузи пас 15 смотрится смешно На самом деле Роб Холдинг Ему тоже Майлз порвал кресты Ну, Холдинг более-менее адекватный, я думаю Каласинак Или Калашинос Ну, Калашинос лучше звучит, чем Каласинак Хотя надо называть Каласинаком Чё, 17? Чё? Какая у него скорость 17? Вы шутите, что ли? Ну, он как бы... Да Это очень странно Это очень странно Если у них у Каласинак скорость 17 А у Ля Казета 16, да? Ну, ладно Ну, может, мы, конечно, чё-то не знаем, да Ну, может быть, действительно он так быстро бегает Ну, то есть у Торейра 12, да А у Каласинака 17 Ну, это как-то смешно 17 это, ну, прям спринтер-спринтер То есть это уже вот Игрок, зарекомендовавший себя Топом Так, все хотят Барселону Давайте Барселону Барселона Все хотят Фати А где Фати? Он, наверное, у них дубля сидит, да? Вот он, Су Фати Ну, 16 лет Статы, конечно, топовые для 16 лет Но, друзья, конечно, ничта местам, украинцам Не знаю, насколько адекватно Ну, наверное, адекватно Ресерч Ансу Фати Вполне Для молодого игрока С учетом того, что он еще будет расти У него, наверное, под 200 потенциал есть Основной состав Бразильцы на это воротарь Терштеген Терштеген Есть вот Педри Любимый игрок Наверное, у многих Жерар Пике Ну, неплохо Наверное, нормальный Рафинья И Ракитич Ракитич У Ракитича пас, друзья, хуже Запомните, чем у Гранита Джаки И по технике Первому касанию Ракитич хуже, чем Гранит Джак Да, дальние удары у Ракитича Намного лучше, чем у Гранита Джаки Вот это запомните Ресерч Вот такой вот Нет, у Ракитича есть дальний удар Но, наверное, не 18 все-таки Джака 18 заслуживает Ракитича 15 где-то так Белорусские бесты уже, к сожалению, не Ну, для белорусов, к сожалению, не в деле Серхи Роберто Ну, Барса, честно, достаточно адекватно Ресерчено Вот так смотрю, да Без каких-то завышений Ну, если игрок топовый Да, ну, Луис Суарес Кто будет отрицать, что это топовый игрок У него хорошие показатели Там, Элит Эрштеген Ну, выбор позиций у него, конечно, хромает Но, в целом Неплох Орда Туран в аренде Самуэлю МТТ Ну, вполне тоже такой годный Артура Видаль Ну, не знаю, как так, конечно Видаль Психологически очень мощный Чилиец Жорди Альба Нет, нормально Барсу смотришь Прям адекватный Ресерч по большей части Ну, то есть, нету такого, что прям Блевать хочется и сказать, что Друзья, Бускец Хуже пасует, чем Джака Вот, чтобы вы понимали Бускец Вот пас, это прям эталон Бускец один из лучших распасовщиков Вообще В Испании Ну, в мире Что тут сказать Пас, это единственное, наверное Супер преимущество Бускеца И мозги Но если у Бускец По мнению Ресерчеров Хуже пасует, чем Джака Это смешно Кутиньо, ребята Скорость 11 11 скорость У Филиппи Кутиньо Понимаете? У Давида Луиза 15 А у Кутиньо 11 Вы можете представить Что у Луиза Ускорение 15 А у Кутиньо 11 Вы можете представить Что у Колосинака Ускорение 15 А у Кутиньо 14 Ну, Кутиньо На ускорении По крайней мере Блин, быстрее Вообще многих И скорость у него Явно не 11 Ну, Кутиньо В смысле Не бегает Ну Давид Луиз Прямо бегает Прямо бегун Просто Вообще просто Супер бегун Прямо бегает И бегает Сколько мы видели Прекрасных голов Давида Луиза Когда он отрывался От защитников И забивал Или догонял Су самых быстрых Нападающих Ну, это просто бред Если вы 11 скорость Сдаете Это все Вот эта позиция Бесполезна Сразу Кутиньо становится Все С такими Показателями Он даже на уровне РПЛ Убегать не сможет Фрэнки Де Йонг Блин, тоже Великий бегун Что ли Но у него Скорость 13 Ускорение 14 Вы хотите Сказать, что Де Йонг Ускоряется Так же Быстро Как Кутиньо Что ли Это бред Дембеле Дембеле Характер Я думаю Не амбициозный Характер Вот неправильный Прописан Дембеле Такой Пофигист Он не амбициозный Пропускает Тренировки У него Характер Я бы сказал Неспортивный Игрок Очень талантливый Но Просирает От таланта С того Что Так Относится К футболу Атан Гризман Гризман Тоже Особо Ведь не бегает То есть Он не бегун Но Ему нормально Сделали Показатель Но Кутиньо Игризман Примерно На одном уровне По части Бегата Топ Через Украину Форвард Мы уже Посмотрели Фирповод Очень неплохой Кстати Сделали Прям Классным Клемян Лингле Вполне Такой Годный Ну Это Месси Лионель Месси Ну Месси 18 Скорее Скорость 15 Ну Есть Легендарный Атакующий Полузащитник Лео Месси Да Конечно Месси Очень Хорош Игра Безмеча 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 Всего 16 Месси Прекрасно Открывается Не знаю Почему так Мало Координа Координация 20 Ловкость 20 Первый Касание 19 Техника 20 Фанта Фантастика Фантастика Месси Месси Достаточно Здорово Ускоряется И он Скорость у него Есть Ну 15 Есть Вопросов Нет 1-2 Миллиона В неделю За П Ну Потому Что Этим Есть Ну Наверное Роналду Надо Посмотреть Еще Где У нас Юве Заодно Посмотрим Пьемонт Кальчо А где Юве Что Я не Вижу Зебра Вот Они Здесь Не Пьемонт Кальчо Они Здесь Зебра Вот Пьемонт Кальчо Это Фифе Здесь Это Зебра Запоминается Знаменитый Игрок Зебра Криштиану Роналду Ну Роналду По скорости Быстрее Месси Но Набирает Скорее Немедленно Здесь Нормально В принципе Отресерчили Его В общем И целом Ну Роналду Наверное Такую Есть 34 года Природа Данная 20 Это Конечно Один из Самых В мировом Футболе Крепких Еще не вписался В систему Сарри Пока Еще Много Ошибается Позиционно Ну Молодой В принципе Дешильо Дельфабро Дельсоле Дуглас Кост Ну Дуглас Кост Что-то Прямо Скорость Ускорения Прямо Супер Апнули Ну По-моему Ну Не 17 18 Ну 16 15 15 16 Я бы дал Ну Сказать Что Дуглас Кост Не Ну Он Быстрый Конечно 16 16 Но Не 17 18 Ну Штрафные У Роналду Честно Говоря Уже Не те Что Были Раньше Ну Очень Он Много Их Бьет Но Мало Забивает Ну Дебалу Конечно Апнули Ну Что Это Вы Серьезно Ну Серьезно Ну Человек За 128 Матч Забил 57 Голов Ну Хотя Он Не Нападающий Конечно Ну Не Знаю Но Что-то Меня Не Устраивает Вот Как-то Ну Как-то Сильно Сильно Слышка Дебала Тогда Миранчуку Надо давать Примерно Такие же Скиллы Ну Что Дебали Прям Рисуют Рисуют Прям Тянут За уши Прям Вот Его Скиллы Там Какие-то Божественные Делают Ну Не Настолько Все Хорошо Ну Не Настолько Ну Против Против Команд Уровня Локомотива Конечно Где там Баринова Надо обыгрывать Он обыграет Ну Как только Лига чемпионов Там И соперники Более Какого-то Высокого уровня Там Сразу Дебала Не видно Не слышно Поэтому Вот эти Скиллы Они Очень Странные Ну Там Реджан Более В адекватные Показатели Дали И Гуаин Пожалуйста Он еще Несмотря на Возраст Еще пока Держит Скорость Гонсало Ну Хорош В игре Головой Прям Закончим И чекнем Ливерпуль Так Матеус Пирейра Понятно Матюиди Добавили Ему более Уверенную Позицию На левом Фланге Полузащиты Привет Маурицо Сария Матюиди Довольно Скоростной Поэтому Может играть Хотя 32 года Уже скоро Наверное Сдаст Демираль Матте Перин Пьяча Мерлем Пьянич Пьянича Пас 18 В это Я верю То что У Джаки Пас 18 Я не верю Что пьянич Он реально Гений Паса Игрок Который Делает Игру В центре Поля Венса Такой игрок Нужен Манчестер Юнайтед Кстати Такого же Характера Рабьё Пас 17 Рабьё Не перешел В Мю Летом А зря Играл бы Спугба А не сидел бы На лавке В Юве Аарон Рэмси Кристиан Ромеро Даниэля Ругани Сами Хедира Дибала Не намного Лучше Бентанкура Выглядит Бентанкур Плюс Еще Моложе Федерико Бернадески 15-15 Тоже Кстати Хотя Бернадески Очень хорош На рывке Я не знаю Почему 15-15 Ему дают И Луизу Дают 15-15 Должны Ресерчеры Именно Должен быть Глобальный Ресерч Редактор Который Смотрел бы И сопоставлял бы Разные лиги А то так Получается Что Одну лигу Ресерчит Один Другую Лигу Ресерчит Другой Естественно Там у Итальянца Допустим Который Ресерчит Ювентус Он смотрит Ну он Накидывает Так вот Как он Считает Нужным Да А потом Англичанин Там Фанат Арсенала Какой нибудь Ресерчит Давиду Луису Приписывает 15-15 Скорость И в итоге Ну на каком-то Глобальном этапе Когда Глобальному Ресерчеру Приходят Эти скиллы Он их должен Утверждать Типа Ага Ну окей Если вы Бернадески Делаете 15-15 Значит Луис Не 15-15 Или Там Когда Филиппе Каутиню Делают Скорость 11 К примеру Ну что это Такое Какая Скорость 11 Если Убанучи Скорость 14 Ускорение 12 Это же Просто Смешно Когда У 34-летнего ЦЗ Лучше Скоростные Качества Чем У Крайка Барселоны Когда Келлини Блин 34 года Скорость 16 Вы шутите Что ли Ну Ронал Да ладно Понятно Так Там Занателем Ливерпуль Давайте Чекнем Ливерпуль Он у нас Соответственно В чемпионате Англии Ливерпуль Победитель Лиги Чемпионов Итак Английский Вратарь Резервный Ладно Дэйон Ловрен Ну Дэйон Ловрен Наверное Нормальный Отбор 17 У Ловрена Концентрация Низкая Это отражено В принципе Адекватно От ресерчен Ловрен Садио Моне 18-18 По скорости Согласен Завершение Атаки 17 Здесь не Согласен Моне Много Порят То есть Я сколько Матча Ливерпуля Смотрел Ну Не могу Сказать Что Моне Это прямо Голиадор Завершитель Идеальный То есть Моне Довольно Много Довольно Много Порят Моментов Поэтому Завершение Атаки Я бы ему Дал 15 Не больше Все таки Ну Если у Рахима Стерлинга Стоит 13 То Моне На 17 Явно Не тянет Это Не Такой Бомбардир Прям Жаль Матип Матипу Концентрацию 15 Рисовать Это Тоже Ну Не надо Ну 11 Примерно Как У Ловрена В общем То Их Пара Защитников Была Плохой Несколько Из-за Технических Или физических Характеристик А из-за Психологических Потому Что То Ловрен То Матип Как-то Вот Ошибались Очень Много Глупые Ошибки Совершали Джеймс Милнер Дмитрий Стоцкий Английского Футбола Умеет Играть Везде Менталка У него Мощная Ну Такой Дивок Ореги Ну Он Физически Конечно Ореги Очень Хорош Не знаю Это Не прописали Возрешение Атаки Я бы Ореги Поставил Повыше Наверное Вот Он Бомбардир В последних Матчах Сейчас Набрал Форму Мане Дал бы Девятку Ну Девятку Наверное Конечно Мало Но Вот Там 14 Где-то Было бы Нормально Что Мане Много Порит Алекс Отфлит Чемберлен Выглядит Вот так Ну Такой Достаточно Балансный Довольно Скоростной Еще Тех Времен Когда он Играл На фланге В арсенале В Ливерпуле У него Другая роль Конечно В центре Полузащиты Бобби Фермино Очень Техничный Да Он не очень Быстрый Но Вот именно Ментал Правильно Прописали Фермино Это Не тот Игрок Который Будет Там В одиночку Уничтожать Но он Будет Здорово Красавец А после Ливера Аналитику Липцыга Пожалуйста Аналитику Липцыга Хорошо Страх Спасибо большое За донат Это не демка Это бедка Здесь доступно Просто обычная игра Но Еще Видите Не все Готово Мы сейчас будем Еще матчи играть Смотреть Как движок Выглядит Потому что там Тоже обещали Нам обновление Так вот Фермино Очень хорошо Сделан Ну Вот как бы Когда нет вопросов Тогда нет вопросов Эндрю Робертсон На мой взгляд Один из сильнейших На своей позиции Сейчас в мире Не только в Англии Ну Игру головой Я бы ему побольше сделал Но совершенно таки Четыре Как-то маловато Робертсон Может подключиться Но я думаю Ну Наверное уж не четыре Ну шесть Там может быть Сделать И высту прыжка Ну нормальную Такую Ну по крайней мере Десяточку Можно Наверное накинуть Так Ну в принципе Робертсон нормальный В целом Пойдет Мо Салах Ну Салаху я бы Немножко убавил В завершении Там на семнадцать К примеру Наверное Убрал бы Немножко скорость Все таки Она не восемнадцать У него наверное Она где-то шестнадцать Ускорение Да Восемнадцать Но скорость У него не такая Прямо Супер большая У Салаха Принятие решения Очень хорошее Не четырнадцать Выше То есть Сказать что физически Салах какой-то Супергений Ну нельзя Все таки он За счет Грамотных открываний Играет Это правильно Он Принимает решения Правильные Салах Он вот этим Хорош Но первое касание Пятнадцать Тоже мало Он техничный Он очень техничный И пас у него Может быть получше Ну вот Как-то Салаха Бы я Передел Фермина правильно Сделал Салах Как-то вот Да Джака Техничный Салаха Но это смешно И пас тоже У Джаки Там на порядок Лучше Стримеры Допущенные к телу Бомбили с движка Мачо Походу он пока Очень кривой Шакири Или как его Любят называть Елагин Шачири Шачири Ну и Шачири Друзья Очень медленный То есть С ростом Метр шестьдесят девять Ускорение четырнадцать Просто не может быть Шакири Набирает скорость Там Просто Моментально Ну там шестнадцать Минимум ускорения Должно быть Салах и правильное решение Ну если бы Салах Не принимал правильное решение Ливерпуль бы не выиграл Лигу чемпион Шакири Шакири В общем вот сейчас На данный момент Ван Дейк Сейчас окей Но в прошлом сезоне Лучший защитник мира был Красавец Просто лучший И что вы делаете Мап 788 Спасибо за десяточку Посмотрим Так Ну и в целом Блин Ну Я конечно согласен Там с физикой Да Но вот Все таки По технике Если Ван Дейк Не отбирает И не опекает Лучше всех в мире Кто это делает Покажите мне Такого защитника Игра головой Как у Марата Ну это смешно Конечно Ван Дейк Снимает верх На уровне Марата Жужиню Виналдум Ну Виналдум Нормальный Ну У него правда Дальний удар Наверное получше Должны быть Не 9 12-13 Хотя В остальном Наверное так и есть Виналдум Универсал Все ровненько Балансно Вот вратарь Адриан Ну тоже вполне Норм Сделано Тренд Угловые 13 Ну вы шутите что ли Тренд Можно было и 16 Выкрутить за угловые Выносливость 12 Это у кого А у Ван Дейка 12 У-у-у, я даже это пропустил. Не, ребят, если у Ван Дейка выносливость 12, то это реально очень криво. У Ван Дейка выносливость под двадцатку. Ну, он беззамен играет просто матч Ливерпуля на два фронта. Какие 12? Вы что вообще, опомнитесь? Не, Ван Дейка очень славно сделали. Намного сильнее. Вот так вот. Ливерпуль, так дальше Лейпциг задонатили там, чтобы Лейпциг чекали. Ну, давайте чеким. Лейпциг. Где у нас? Я просто не слежу за игроками Лейпцига, ну, прям так вот. Я только матч Зенитов в этом году смотрел у Лейпцига. Ну, здесь у всех есть фоточки, кстати. Ну, у Памиконо, ребята. Это классный игрок. Классный игрок, физически сильный. Это правильно. 20 лет он еще будет развиваться. Ну, все-таки, наверное, опеку, отбор можно поставить было и повыше. Выбор позиции 11. Что это вообще? У Памиконо не по годам зрело играл. Ну, по крайней мере, в матче с Зенитом. И позицию он грамотно выбирал. И концентрацию можно повыше было сделать. Как-то его слабо сделали. Для Тима Вернер. Ну, Вернер, как всегда, во всех частях бегунок со средней техникой и непонятной менталкой. По-моему, кстати, Тима Вернер... Это же Тима Вернер в каком-то матче испугался трибун на разминке, попросил его заменить. Или я его с кем-то другим путаю? Арсенал мы уже чекали. Ханнес Вольф. Ну, вот в Бундеслии я заметил ресерч такой, очень осторожный. То есть, игроки, которые в другом чемпионате были бы просто бестами с оценками 16+. Здесь они там 12-13. Жан Кевин Августин. Молодой француз очередной. Диего Демя. Ну, это опорник. Я его, помню, брал в гамновер к себе в стриме, на стриме в FM-18. И он меня выручал несколько раз. Ну, по скиллам он вот такой же был. Очень хорош в отборе. Такого плана игрока, кстати, не хватает ЦСКА сегодняшнему. Как Демя. Эмиль Форсберг. Ну, посмотрите, да, Эмиль Форсберг пас 14 имеет. Для сравнения, там, когда ты понимаешь, что у Джаки пас 18, а у Форсберга 14. Вот, тебя как-то передергивают. Я поэтому хочу, чтобы был какой-то ресерч-центр один, куда бы отправились все данные игроков. И если Форсберга пас оценили на 14, то, соответственно, пас Джаки должен быть оценен там на 13, допустим. У Памиконо стоит 35 на Маркте, а тут 6. Ну, вот, да. В Турции был, да, да, я, значит, помню, Тиму Вернер там был. Психологически Вернер довольно слабый игрок. Вот вратарь, гуляшчи, венгер. Ну, конечно, он не выглядит на 29 лет. Прикиньте, вот этот чувак на 2 года старше меня. Ну, выглядит он как будто это 40-летний мужик на этой фотке, который, не знаю, там, на заводе пахал с 5 лет. Просто, ну, чувак явно не выглядит на 29. На него посмотришь, думаешь, что какой-то там 40-летний воротарь, дедушка стоит в воротах, а оказывается, что ему всего 29. Удивительно. Амаду Хайдара. Ну, видение поля неплохого. Ну, такой середнячок. Если бы у Мекано играл в АПЛ, а не в Лейпциг, он бы стоил сотку, да? Стофан Илсанкер, австриец. Один из представителей австрийской династии Диаспоры, вернее, в Лейпциге. Ну, тоже у него отбор хороший и менталка, но очень плохая скорость, неускорение. Кевин Камполь, славянский футболист. Ну, кстати, в FIFA неплохо, а вот здесь недостаточно скоростной для фланга, недостаточно техничный и пасующий для центра. Ну, то есть, видите, да, как занижены игроки Бундеслиги. Причем, вот стоит он вроде дорого. 25,5 миллионов. Но при этом по скиллам любой игрок сборной Украины этой позиции лучше. Хотя, ну, в жизни вот этот чувак из Атталанта, да, и Камполь, я думаю, ну, на одном уровне все-таки. Лукас Клаустерман, краек, который пару частей ФМ назад был супер вундеркиндом, но, как я понимаю, сейчас уже нет, потому что, да, у него сумасшедшая скорость, но ускорение такое себе, навесы такие себе, хотя вроде бы как латераль, всю бровку можно закрыть, но вот чё-то не хватает, чё-то не хватает. Канат Т, центральный защитник ещё один, что-то наподобие Упо Мекано, и, кстати, стоит примерно так же, и даже концентрация в позиции у него лучше. А вот Конрад Лаймер, австриец, на которого большие надежды возлагаются, ну, он тоже в центре поля, видите, на правом фланге обороны может, может отбирать, может дриблинговать, техника, конечно, такая себе. Ну, вот опять же, я не думаю, что Конрад Лаймер намного хуже, вот он как Джак и по игре, я думаю, что примерно такой же, вот, как Джака. Но, Адемоло Лукман скоростной, ну, все понятно, тут Лукман, я, кстати, его, да, он же из Эвертона пришел, я его в одной из частей брался и в команду. Маттеус Кунья, бразильец молодой, все равно, видите, вот такой осторожный очень ресерч, выше 15 скиллы не даются, ну, импровизацию ждали, но так в остальном очень скромно. Нордиму Киэля, правый защитник, атлетичный, ну, тоже, видите, довольно скромно сделанный, то есть нет каких-то запредельных скиллов, но молодой игрок, которому авансом не стали выдавать супер показатели. Мвога, Кваратарин, Кунку, центральный полузащитник, в FIFA в Ultimate Team я его заполучил довольно скоростной для своей позиции. Вилли Орбан, вот игрок, который Дзюбу переиграл в игре головой, несмотря на то, что метр 86 ростом, он закрыл Дзюбу и ему 16 рисует игру головой. Ребята, это просто несправедливо, чувак прям топовый, опека 15 рисуется ему. Орбан, я уверен, что ему надо ставить там здесь вот 19, здесь 17, здесь 17, потому что защитник очень классный, но недооцененный. Это, на мой взгляд, Вилли Орбан. Если бы играл в АПЛ, да он бы стоил дороже, чем Харь Магуайр. Исуф Поулсом. Много моментов по этот товарищ, по крайней мере, завершение 11, наверное, поэтому ему дали, и самолдание 10. То есть, с завершением у него явные проблемы, хотя убежать можно. Марсель Сабицер, вот тоже австрийский игрок, техничный очень, ну, по матчу с Зенитом вы помните этого товарища. Классный игрок, ну, сбалансированный, вот скиллы, как говорится, на уровне. Марсел Сараки, уругваяц. Ну, такой крепкий, крайний защитник, ну, и очень перспективный. Патрик Шик, чех. Играл в Роме когда-то, но для нападающего за 46 игр 5 голов забить, это, конечно, наверное, приговор. Хотя в Самдоре 2332, матч 11 голов, то есть, там вот он играл, но, видимо, просто не вписался в схему игры Ромы. Может быть, Лейпциг у него пойдет лучше. Люк Чаунер это вратарь, ну, и дальше мы видели игроков. Так, ну, там у меня еще, по-моему, донатик небольшой прилетел. Сейчас я проверю, кто, куда, на что продонатил у нас PSG, посмотрите. Ну, раз других вариантов нет пока, давайте посмотрим PSG. Paris Saint-Germain. Это у нас чемпионат Франции. А вот, собственно. Кейлор на вас. Реакция 19, реакция, правда, божественная у Кейлора. Если бы у него рост был бы реально одним из топовых ротарей мира, хотя трехкратный победитель Лиги Чемпионов, конечно, топовый. Неймар. Ну, Неймар, техника, дриблинг на уровне. Характер идеалист. Ну, Неймара характер не идеалист. Если бы у него был характер идеалист, немного по-другому все было бы. Координации 14 у Неймара. Ну, видимо, что он падает, поэтому, что ли, координация ему при... сила 10. Я бы не дал Неймару силу 10. Силу 5 бы я Неймару дал. Что он довольно плохо в этом деле. Храбрость 14 Неймар. Вы серьезно? Вы серьезно? Насколько часто игрок идет в опасные стыки? Неймар идет в стыки? 14? Ну, 7, можно там, 6 дать. Просто жесть. Привет, угадал Арсенал. И... Я не считаю, что это норм. Неймар. Не, подожди, но это пятерка. Я так не думаю. Красавец. Еще раз, Локо и свое мнение высказать. Хорошо, после ПСЖ тогда Локо. Ну, отбор, опека, ну, если бы они ему еще опеку, отбор бы сделали высокий. Ну, тут и так, вот, храбрость, например, это очень странно. Работоспособность? Ну, 10, наверное, справедливо для Неймара. Поэтому, в принципе, норм. Леандро Паредес. Паредес, первое касание, 16 техник, 16 дальние удары. Паредес, по-моему, за ПСЖ там его загнобили, типа, говорят, ты вообще не уровень ПСЖ. Зенитовцы, в общем, прикольно его сбагрили. Пабло Сарабия, испанец. Ну, такой, средненький, из Сивили перешел. Тиаго Силва, отбор 15 всего лишь. Понятно, что скорость уже не та, но отбор-то у него все еще на уровне, наверное. Марко Верати, пас 18, первое касание техника, все есть. Ну, здесь нормально, в принципе, Верати. В Верати, характер такой, как говорят, немножко говнистый. Все, он мошнит по любому поводу. Хочет выиграть трофей, пребывает в восторге от шансов команды на победу в Лиге 1. Еще бы там, блин, в Лиге 1 не выиграть. Рост решает у РТ. Ну, при дальних ударах, например, в углы, коротышки пропускают. Вот. Ну, в целом, Верати, наверное, норм. Клан Бернат тоже более-менее, но, опять-таки, какой-то он слабоватенький все равно. Мне кажется, Бернат потехничнее, а Пека у него все-таки получше, наверное. Эдинсон Кавани. Ну, Эдинсон Кавани в ФМе, вот, мой секрет победы в драфтах в ФМе, всегда беру Кавани. То есть, он из-за возраста стоит не очень дорого, но это по конвертации моментов это лучший нападающий ФМ. по соотношению цена-качество. Поэтому на драфте я вам секрет такой даю. Если хотите хорошего нападающего, топового, но при этом не супер-мега-дорогого, берите Эдинса на Кавани, что он прям вам поможет. Он умеет и головой забивать, и ногами умеет забивать, и достаточно быстрый. Ну, как, относительно быстрый. Может убежать там от защитника со скоростью там 13, например. И менталка у него божественная. Поэтому Эдинсон Кавани must have. всем советую. Классный чувак. Максим Чупом Мотинг. Ну, не знаю, что он делает. ПСЖ, на самом деле. На замену выходит. А вот и Демария кто-то просил в чатике. Если остался до сих пор на стриме, пожалуйста. Анхель Демария. Дальний удар 17. Техника. Первый касание хуже, чем у Джаки, кстати. И пас хуже, чем у Джаки. Все понятно. Диало. Странный защитник. Ну, достаточно молодой еще. Из Баруси перешел. Юлиан Дракслер. Дракслер тоже норм. В принципе, такой, какой есть. Не особо он выдающийся, выделяющийся. От него явно ждали большего. Ждали, что он будет новым там, Мюллером каким-нибудь, но до Томаса Мюллера ему пока еще далеко. Идреса Гея перешел с Эвертона. Опорник. Какой рост у тебя? У меня метр семьдесят шесть рост. Адеререра. Ну, Эререру здесь, конечно, дальний удар 9, дриблинг 9, завершение атаки 9. Просто что это? Пас 15 при этом. Хотя пас у Эререры 13, наверное, где-то. Но дриблинг у него есть, завершение атаки дальнего удара. Так очень странно его. Тоже, Ресерчер тоже, который год. Мао Рикарди всегда с супер завершением, самовладанием. Ну, правда, завершение у него было, по-моему, 18 в последней части. Здесь уже порезали немножко. Тила Келлер, центральный защитник. Один из самых перспективных сейчас немецких защитников. Ну, постепенно развивается. Драгстера, говорят, гнобят в ПСЖ. Ну, там всех слабаков гнобят. Атмосфера в команде та еще. Пресс на Локимпембе. Очень много молодых игроков у ПСЖ в защите. Приятно, что доверяют. Курзава. Ну, Курзава, вот, казалось бы, уже довольно давно играет. С восьмого года. Но, ему всего 26 лет. Вот так вот рано начал. РПЛ уже смотрели. Сейчас Локомотив будем смотреть по донату. Маркиниос, кстати, очень хорош, как центральный защитник. Но, он и дорогой достаточно. Но, выглядит на этой фотке, он, конечно, не очень презентабельный. Если такую фотку он выложит в Тиндер и не укажет, что у него зарплата 145 тысяч фунтов в неделю, ни одна девушка с ним не познакомится. Прости, Маркиниос, но это правда. Киллиан Баппе скорость сумасшедшая 20-20. Естественно, перк сантехника, конечно, не очень. Но ему всего 20 лет. Потому что, есть куда расти. Ну, и после того, как Стронос слезет Месси с Роналду, наверное, Баппе будет одним из претендентов на престол. Главной звезды мирового футбола. Но, для этого, правда, ему надо играть не в ПСЖ, в каком-то конкурентном чемпионате типа английского, испанского, итальянского. Ну, хотя бы где-то, где у него будут достойны соперники. А во Франции это как-то 56 игр, 46 голов, но в чемпионате Франции 46 голов не значит ничего. Кто маминье по-прежнему медленно ускоряется. Но, в целом, довольно сбалансированный краек. Вот такой вот ПСЖ у нас. Дальше донатили на Локомотив. Давайте посмотрим Лока. Гильерме. Реакция 15. Гильерме я бы не делал реакцию 15. Но вы помните, какие голы забивались в его ворота в матче с Ювентусом. Ну да, Дебало пробил хорошо. Первый удар Дебало. Дебало пробил хорошо. Но. Но. Гильерме даже не среагировал на удары за пределы штрафной. Все, он стоял на месте. Он даже не упал, не прыгнул, ничего. Реакция там не 15. Там пониже. Игра на выходах 20, тоже это смешно. Я думаю, что Гильерме довольно много косячит на выходах. Совсем недавно я смотрел матч чемпионата России. Гильерме за шиворот закинули. По-моему, был такое? Или это в лиге чемпионов? Не помню. Ну, в общем, был матч, Гильерме выбежал и получил за шиворот. Совсем недавно. Ну, то есть, на выходах не я, не 20. Там похуже все. Выбор позиций 10. Ну, вот я согласен. То есть, Гильерме, ну, честно говоря, не знаю, почему это первый номер сборной России. Есть вратари посильнее. Ну, по крайней мере, есть вратари именно может быть какие-то на перспективу, если взять того же Матрия Сафонова. Пусть он наигрывается как первый номер сборной. Че Гильерме-то? Но, пока дает он результат Саламычу, пусть играет. И мы будем надеяться, что за сборную и за локомотив Гильерме будет играть лучше в ее ракургах. Бенедикт Хеведес. Сумасшедшие показатели защитников. Хеведес хороший защитник. Хороший. Спору нет. И, ну, конечно, уже скорость подводит. Так, это чемпион мира, да, ведь? У него есть титул чемпиона мира. Чемпионат Европы, да, и чемпионат мира. В девятом году выиграл чемпионат Европы, в четырнадцатом выиграл чемпионат мира. Ну, вы понимаете. А, нет, чемпионат Европы среди молодежи. В девятом. Да, и чемпионат мира четырнадцатый. Время топ-клубов будем устанавливать отдельно, естественно. Ну, Бельнов уже тоже возрастной достаточно, поэтому его не вызову. и, с другой стороны, Гильермо тоже возрастной. Я вот поэтому не понимаю принципа, по которому Гильермо играет в сборной. И ладно бы центральные защитники были бы из локомотива, да, как в свое время Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, это была ЦСКовская такая линия обороны, да, и, собственно, понятно, почему номер один Игорь. Но сейчас, когда в центре обороны сборной играют Семенов и Джики, один из Ахмата, другой из Спартака, почему бы не вызвать, например, Александра Максименко в сборную России? Или Сельхова? Ну, то есть вратаря Спартака, который хотя бы Джики узнает, и у них какой-то коннекшен налажен. А Кутепов, опять же, в запасе сборной России, ну, в шорт-листе, да, скажем, Спартаковская защита. Значит, вратаря лучше поставить Спартаковского, а не вратаря Локомотива, которого все защитники иностранцев в клубе. Я не понимаю этого. Но не я главный тренер сборной. Брайан Идову. Ну, Брайан Идову выносливость 14, это, конечно, разные вещи вообще. Брайан Идову я бы дал выносливость. Ну, вы шутите, что ли? У Идову выносливость лучше, чем у Ван Дейка? Идову выносливость 9. Ну, уж явно не 14. Игнатьев. Ну, что-то Игнатьев какой-то оверпауэр просто. Уж там нет ни скорости 14. Ну, скорее, не 14 нет точно. Папятбор 13. Ну, не знаю. Ну, какой-то, ну, ладно, в принципе, нормальный. Коченков. Спасной вратарь. Коломейцев. При Палыче Коломейцев немножко заиграл. Команда Игра 17 около месяца. Так вот и вот ресерчили. Криховик. Почему-то до сих пор ему не сделали позицию центрального полузащитника, хотя он на ней вполне годно играет. Здорово подключается к атакам, но вот ресерчеры почему-то невнимательно следят за чемпионатом России. Криховик один из лучших игроков этого чемпионата сейчас. Человек, который играл за Вестбромович, за Парисен-Жермен, за Севилью, французские команды. То есть в целом игрок очень крутой. Но ему делают ускорение 11, скорость 12. Ну все бы ничего, да, но допустим делать при этом какую-то бешеную скорость тому же самому Давиду Луизу 15-15 делать Луизу, а Криховику от 12-11 это неправильно. Криховик бегает ну нормально. Он может убежать, он может в контратаке сыграть. Поэтому я вообще не понимаю, вот это распределение скорости. Он очень выносливый, это правда. Но у него и завершение хорошее, не 9, и дальний удар не 12. Дальний удар я бы дал Криховику 15, завершение дал бы 11. Смело. Потому что Крих, он прям классный. Не докрутили. Я в своем патче, наверное, исправлю. Славон Кирквеля ну вполне достойный показатель. Лысов молодой. Жоу Марио. Ну, Жоу Марио нормальный в принципе. Нет вопросов. Ну, правда, решительность, работоспособность какие-то вот маленькие у него. Ну, принятие решения есть. кломейцев, да, играл за сборным. Какой клуб по счету уже сбился, не помню. Алексей Миранчук. Ну, ребят, Алексей Миранчук, как он себя показал в игре с Ювентусом, вы видели, да? Я говорил всегда, что Миранчук не хуже Дебалу, и он показал, доказал просто обыграть Бануччи на носовом платочке, и вы ему дриблинг 12 рисуете. Вот, тому, кто ресерчил, вот надо просто включить просто этот момент и показать, если это дриблинг 12, вот это обыгрыш на скорости одного из лучших защитников мира в ограниченном пространстве, не знаю, у Дебали нарисовали 17 дриблинг. Если у вас у Дебала дриблинг 17, у Алексея Миранчука тоже дриблинг 17. Ну 16, ладно, окей, оставьте меньше, чуть-чуть, но, если вы Дебали рисуете завершение атаки 15, Миранчук тоже заслуживает такого же завершения. Алексей Миранчук это отличный футболист, если вы Дебали 17 пас даете, Миранчук по сути не хуже. У Миранчука партнеры хуже, у Миранчука нет, слева Роналду, справа Куадрадо, у Миранчука там понимаешь Игнатьев и Баринов играют. Естественно, там другой уровень. Поэтому ускорение 12 делать Миранчуку нормально. Дебали вы, значит, там 15 рисуете, а Миранчук же, ну конечно, 12. Просто бред. Миранчук не хуже Дебала. Мое личное мнение, не хуже Дебала. И Миранчук, в отличие от Дебала, в самые важные нужные моменты играет. Дебала пропадает. Ну, для Локомотива матч с Ювентусом важный. И Миранчук там забил. Для Ювентуса матч с Локомотивом не важный. И Дебала там забил. Но как только начинается важный матч, ну, конечно, в этом сезоне Интеру, по-моему, забил Дебала. Но как только начинается важный матч, там, Лиги Чемпионов, допустим, решающей стадии, я помню, только дубль Барселония от Дебала. Все. Больше никогда. И то дубль в Барселоне шарный, там, дальние удары залетели. Ну, бывает. Они иногда залетают. Вот. Так вот, ну, смотришь игру ивентуса, да, там, Роналду тянет, обыгрывает, Бернадески уходит на замену, обыгрывает, а Дебала просто пропадает, растворяется. Вот уровень. А Миранчук, он всегда готов. Почему Миранчук не в Юве? Потому что Миранчук получает, во-первых, неплохую зарплату в России, во-вторых, он не европеец, у него нет гражданства ЕС. Дебалу он укупили давно, то есть они рассчитывали, что он станет новым лидером Ювентуса, он им так и не стал пока еще. Ну, Дебалу по таланту ставили в один ряд с Месси. Естественно, там, говорят, новый Месси. Ну, про многих игроков говорили новый Месси, но на Дебалу ставили, потому что аргентинец уже там. Ну, вот видите, как. Естественно, Дебалу там изначально был согласен на любые условия. У него же на маленький контракт приехал. А попробуйте Миранчуку, ну, 30 тысяч евро в неделю, я думаю, здесь не совсем точный контракт. Я думаю, что он намного выше у Миранчука, потому что 34 тысячи в неделю, я не верю, что он так мало получает. как и Антон, кстати. Ну, Антон, я бы Антона посильнее в отборе сделал, потому что здесь Антона какого-то сделали такого. Редстар Франц, я не знаю, будет ли БМ в этом году, а ты говоришь, какую команду. Если Миранчук не хуже Дебала, то тогда я Милкадзе и игрок к уровню Игуаина. Ха-ха, очень смешно. Мурило. Ну, Мурило, честно говоря, для меня пока остается загадкой, но у него не прописана здесь позиция опорника, видимо, Палыч первым в мире стал его использовать на этой позиции, но, в принципе, для этого задатки есть. Ну, как центральный защитник для чемпионата России Мурило топчик. Вот это я могу вам сказать точно. Рыбус, 29 лет, ну, вроде бы, такой балансный футболист, не хватает немножко опеки, а в остальном классно. Федор Смолов, дриблинг 10, ускорение 16, ну, я не дал Смолову ускорение 16, где он там на 16 бегает? Вы шутите, что ли? Ускорение, ну, скорость может быть 15 у Смолова, но ускорение у него где-то 13, чтобы Смолов где-то на рывке там, ну, может, в чемпионате России только, ну, не знаю. Смолов техничнее Даниэла Джеймса, ага, ага, рассказывайте. Дриблинг при этом 10. Ну, не знаю. Ну, дриблинг может быть 10, Смолову. Ну, нет, ну, не 10, но 11. Все-таки он может обыгрывать. Спартак спартак уже был. Ну, вот я тоже думаю, что 10 дриблинг это мало. Смолову, как бы над ним не шутили, но все-таки. То есть, рифат жамалединов у вас с дриблингом 12. Это вас не смущает, Смолову 10. При этом рифат медленнее Смолову. Хотя, мне кажется, наоборот, рифат быстрее Смолову, но Смолов, ну, по технике не уступит рифату. Все-таки. Живоглядов. Ну, Живоглядов апнули, конечно. Лукомотив уже перешел, апнули. В Уфе играл, у него там ускорение 10 было, по-моему. Просто смешно. Сейчас вот топ ПЗ. Пацаны! Команды игра 16. Сдержанный. Сдержанный, да. Конечно. Ну, опорничек. Че тут сказать. С ударом. С выбором позиции. Ну, неплохого. Неплохие скиллы Дарь Баринова. Еще и 20-го года. В принципе. Норм. Черлока очень медленный уже, конечно. Ну, есть скиллы в отборе, в выборе позиции, но вот уже нет в молодости. Лук Джорджевич. Дриблинг 9 вообще у Джорджевича. Ну, вы шутите, что ли? Ну, не 9 уж. Привет, Бабачан. Ну, не 9. Джорджевича все-таки получше дела с дриблингом. Эдер. Эдер очень сильный, Эдер очень координированный, да, это правда. и Эдер техничный. Он не очень быстрый, но он техничный. И игра с Юэнсом показала, кстати, насколько Эдер лучше с Молова в плане техники, удержания мяча, игры корпусом, насколько Эдер умнее. И это действительно говорит о том, где чемпион Европы. Пусть это не бомбардир, это скорее такой столб, да, но он умеет играть. Мне нравится Эдер. Джефферсон Фарфан. Ну какая, какая скорость 13-15? Ветеран, 34 года. Скорость, может быть, там 12, ускорение 11. Пишу же. Травмы просто замучили Фарфана. Если может быть не травмы, он бы еще держался. Так уже, конечно, сложно. Ну вот такой вот локомотив у нас. Ладно, раз больше заказов на команды нет. Можно, кстати, план развития немножко менять, но мы принимаем нынешний план развития. А теперь давайте посмотрим на персонал. У нас команда тренеров. Я, собственно, Руслан Халимбеков, у которого скиллы ужасные, Игорь Роткин по работе с молодежью, Юрий Валентинов Перескоков, тренер вратарей, хорошо сделали, кстати, его более-менее. И Николай Фанасьевич Сафраниди. Тренеры, конечно, полный шлаг, и нужно будет искать новых тренеров. Ну, то есть у нас тренировки, тренеры изменить тренерские задания. Вот вы видите, собственно, Перескоков работает с ротарями с ротарями. Халимбеков, ну, это вообще чисто тренер на все позиции, да, нужно прикинуть, что вот у нас нет, например, атака-техника, да, атака-техника вообще нет тренеров, и тренера по физподготовке нет. Вот поиск персонала удобно сделали здесь, то есть ты сразу понимаешь, да, и зарплатный фонд ты понимаешь, что у тебя три тысячи в неделю, то есть особо не разгуляешься. Новый поиск, должность тренер, атрибуты, атака, ну, удобнее стало заметно вот это искать, атака и техника, да. Ну, не менее пятнадцати мы, наверное, таких не найдем. дешевых при этом. Я думаю, они запросят нехилых денег. Может быть, вот этот не запросит. Балык. Контракт, который я хотел бы. Три тысячи в неделю, что, балык, ты загибаешь. Так, ладно, мы уменьшим наши требования. хотя бы до тринадцати. Желательно всегда смотреть по самого молодого, что они, как правило, не обладают очень большими аппетитами. Один и три тысячи в неделю. Ну, мы можем только 850 предложить. И должность нет. Мы тренером основы. немножко непривычно эта менюшка пока. Один и семь в неделю расстиваешься, чувак. Один и пять. Один и шесть. Давай один и пять. Хорошо согласился оформить сделку. хотя бы одного тренера сейчас подпишем. Больше особо не будем разгуливаться. Так, у нас сейчас матч с Уфой молодежный. Непривычно точно такая же, как и прежде. Нововведения не обнаружил. Ну, не знаю, сейчас будем смотреть. Аликин травмирован на пять-шесть недель. Нововведения, может быть, они, если и есть, то какие-то кодекс поведения. Правила поведения еще не были приняты. Но у нас вот, я думаю, будет еще момент принятия этих правил. А давайте пока тактику настроим. Ну, Уфа нам вот показывает кратчайший маршрут запарковать автобус и вертикальная тикитака. Давайте попробуем вертикальную тикитаку. Ну, нам советуют, конечно, играть с пятью защитниками. Наверное, мы так и сделаем. Один разрушитель, другой бокс-то бокс, выдвинутый плеймейкер. но, честно говоря, думаю, что плеймейкер у нас такого нет. Все-таки у нас больше вот по такой схеме идет игра. Ну, нам нужен прессингующий форвард поддержки и выдвинутый форвард в атаку, который будет убегать. Соответственно, центральные защитники, два созидателя, один подстраховщик. Так, играть короткий. Ну, у нас вот вертикальная тикитака, она вот так вот сделана. Более высокая линия защиты. Ну, ладно, я не буду ничего менять, попробую на стандарте. Совет по выбору состава. Нам советуют именно так таких игроков взять. Объясняют вот тем, что набор игровой формы и все такое. Хорошо, взяли. Многие игроки кто-то в сборных. Соответственно, у нас Голубев вообще центральным защитником сейчас заявлен. Артем. Поэтому нам нужна другая схема. Создать тактику. Ну, давайте попробуем такую же вертикальную тикитаку, но с другой расстановкой. Ромбом, наверное, не стоит. Попробуем вот так. Здесь Митсала, бокс-то бокс, реджиста. вот это уже более так что ли интересно. Естественно, бить реже. Ставим инструкцию. Бить реже. Это обязательно. Потому что игроки вот видите, теперь показывается влияние, из-за кого, собственно, этот квадратик там проблемный или беспроблемный. И пишет прямо вот по каждому квадратику. Вот небольшие проблемы, например. Высокое негативное влияние. За это участок никто не отвечает. Леветиль будет пытаться покинуть центр поля, присоединяться к атаке, играя в тактической роли Митсал. То есть он будет сюда пытаться прорываться. Кэталин Карп тоже будет пытаться сюда подключаться. А Вомбергар будет оттягиваться. Но непонятно, почему высокое негативное влияние. В чем проблема-то? То есть в принципе почему минимальные позитивные влияния? Они же будут сюда стягиваться. Здесь нет проблем. Среднее позитивное влияние. Среднее здесь и у Вомбергара. Что не так-то? Не совсем понимаю, но в общем такая херня теперь тоже появилась. У меня стрим не падает, ничего не дропается. Ни одного кадра не потеряно за момент стрима. Скин крутой, да, мне очень нравится. Вомбергару роль поменяй. Ну, я думаю, что он прессингующий у меня будет. Ну, ладно, в атаку мы пустим бизика. Так, мне кажется, будет интереснее. Ну, вот Вомбергар теперь будет лучше опускаться в эту зону. Так, ну и в принципе такой вот составец. Неплохо. квадрат зеленый стон, да. Вот и кодекс поведения, собственно, нововведение. В рамках подготовки к новому сезону капитан клуба Павел Аликин представил вам проект кодекса поведения. Я представляю, Павел Аликин подходит, такой, говорит, я пришел вам, и по-английски мне тут говорит, согласованные штрафы. Пропуск тренировки. Ну, это, видимо, зарплата, штраф на зарплату. Удаление две желтых первый раз, второй раз, неделя, две недели. Удаление красное. Четвертый и более раз. ладно, в принципе, нормально. На больше штрафовать его нельзя. подтвердить. Хорошо, такой вот у нас кодекс будет. Свод правил. Ну, кодекс поведения, свод правил. Отчет о команде. Ну, делают каждый год чуть-чуть приятнее, да, вот, какие-то такие моменты. Но денег у нас все равно нет. Раздел коллектива. Ну, все нормально. Атмосфера раздевалки поднимается, сыгранность растет. Тренировки пока в нормальном режиме. Здесь что-то менять пока смысла нет, что очень мало всего, и список по-прежнему здесь недоступен. Ну, это, наверное, будет еще не скоро. вот, основная тактика у нас стоит вертикально тикитака, базовые тренировочные условия. Денег нет, но вы держитесь. Игорь Хаджа Суриндранат приедет в стадион нефтяник. Что, это вообще индус, наверное, какой-то, да? Вот Иван Кузнецов может реально задать какой-то вопрос. Я мечтал об этом многие годы, но все 27 лет, не унимается Хаджа. Есть много примеров, когда молодые тренеры берутся за эту работу. Я нацелен на высокие результаты. Вас можно часто заметить в строгом костюме с галстуком, чем в спортивной форме. Производите впечатление в смысле? физрукассия создал специально в костюме. Главный результат. Многие считают, что вы пропагандируете атакующий футбол. Откуда вы знаете? Я вообще только пришел. Вы родились здесь. Пойдет ли на пользу тот факт, что болельщики будут помолочать на вашей стороне? Болельщики всегда помогают. У нас мало времени на раскачку. Что вы скажете о составе команды? Словно буду вносить изменения и усилить команду. Мораль на высоте. Так вот я скажу. Ну люди никак не отреагировали на это. Ладно давайте смотрим выбор состава. А Левитиль уехал. Красавчик. Фомин там вообще не справляется. Ладно. Тогда Фомин бокс-то боксом пойдет. Карп медсалый как вариант. Проблемы явные. Составом утверждаем. Левитиль да блин. Убрали Тилев все. Поехали. на лица регенов посмотрим еще. Ну состав естественно. Кстати реальные игроки утром Саид Гореев. Кстати очень неплохой вратарь перспективный. Раздевалки в общем все. Скажу что это прессионная подготовка выходите получить удовольствие от игры. Хлимбеков ничего не сказал. Завершаем разговор. Поехали. Смотрим на движок. Ну стадион нефтяник. Очень красиво выглядит в реальности. К сожалению не так. Ой звук надо убрать. Звук надо убрать. Скорость просмотра повыше здесь поменьше. Развернута обзора. да так наверное посмотрим. Опасный момент и Бельнов выручает. Сейчас нам чуть не забили. Вот такая вот на стике таком. Так мне нужна расстановка естественно. Уфы 2 и Уфы 1. Я по другому не играю. надо видеть как перестраиваются соперники. угловой гениальный. Смотрим. Так пока Уфа 2 а вот Вамбергар. Ну это типичный Вамбергар. Вроде прессинганул перехватил но пробил отвратительно. просто отвратительно. Ну вот здесь Вамбергар снова в прессинге ведет. Так может быть графоней мы с какой-нибудь другой камерой посмотрим. Так режиссерская аналитическая вертикальная обзор за воротами ТВ вид с боковой линии классический 2D ТВ камера может быть она нас впечатлить больше Голубев назад на Пуцко Пуцко на Белинова Белинов вперед кто даже подлагивает немножечко у меня есть такое ощущение ТВ камера отвратительная Фомин заброс я не знаю по какому ТВ так показывают может быть по клубному но Вейнбергар забивает с передачи Ловра Бизика графически ну немножко добавили новые движения футболистам да это видно насколько серьезнее игра графически похорошела но я бы не сказал что какой-то там глобальная как-то глобальная игра отличается ну газон получше выглядит да не знаю на стриме видно нет но я могу сказать что получше камеру испортили азаралиев получил травму давайте заменим его тогда у нас есть Сысуев у нас есть Козлов у нас есть Кротов абамбергар на фланг не убирается нет Кротова у нас правая нога да ну давайте слава Кротов выйдет конечно не совсем то что надо ну ТВ-камера да мне не особо нравится давайте обычную режиссерскую поставим все-таки привычнее как-то Сухов Кротов Кротова решетников обезоруживает убивает мяч здесь Пуцко Никитин играет центр здесь Голубев очень хороший пас выдает Кротов набирает скорость и нужно прострелить славе правая нога хорошо на Бизика но Бизик и Фомин попадает прямо в защитника Сухов Сухов здесь играет с Фоминым дальше Голубев и дальний удар Артема Голубева неплохо очень неплохо глазу приятнее да безусловно кстати у Амбергара оценка 7-4 вот такой Терентьев играет с Никитиным Никитин делает заброс вперед там Кротов снова Кротов откликается на передачу главный пас отдать хороший обыграл здорово и пенальти пенальти проведет Даниил Фомин видимо он лучший пенальтист поэтому травмы в Уфом стали чаще но это как-то странно потому что с травмами были проблемы до этого Фомин против Саид Гореева и Рэм в одном углу мяч в другом 2-0 Уфа уведет матч с уфимской молодежкой кроме газона никаких изменений нет есть изменения в движении игроков но это с тенями что-то не то видите какие-то узоры там просто от теней двигающиеся изменения есть но они конечно косметические очень то есть я бы это не назвал переработкой 3D движка но небольшие изменения есть но не сказать что какие-то колоссальные стоимость игры ну наверное по своей скидке по своей ссылке покупать за 1600 это можно ну за 2000 в стиме думаю дороговато ну заброс на фомина фомин активен удар справляется с эдгареев в начале каждого фема по тысячу травм потом фиксить будут как обычно но майлз же стоит на своем он говорит это это так всегда в реально футболе тоже травм бывает бывает в одном матче там за сезон может быть какие-то две вынужденные замены но машко неплохо бьет мельно справляется александр белинов на месте пренебрежительно кто-то из наших игроков вот выкрики выкрики те же самые почему-то ничего нового немножко вот поприятнее стала графика ошибся в передаче карп но здесь пошиблись наши дублеры бизик вомбергар удар бизик здорово выдал на вомбергар а на вомбергар пробил как полено рейди травм защищает да только не в сетевой когда эти травмы происходят команде а ю рейди он говорит ну как удаление смотрите ка уфы 2 и теперь играет команда наших соперников еще и в меньшинстве зачем выдрин фалил скиллы там конечно не впечатляющим в перерыве скажем что лишились одного игрока но это не значит что вы можете сбавлять обороты Никитина что напрягся от такого так давайте я ему скажу докажи мне что заслужишь место в команде все еще напрягается в последний раз играл в фифа менеджер 2005 года там можно было запускать матч через фифу здесь через фифу естественно матч запускать нельзя ну если ты играл в 2005 году в менеджер в последний раз то поиграй но здесь естественно все намного серьезнее чем в фифа менеджере в фифа менеджере ты по сути какую бы тактику не выставил это особо не влияло на то что происходит в игре здесь это очень решает Кротов хорошо получает мяч надо бить и забивает Кротов но здесь ошибся Рэмса Идгареев не дотянулся до простого мяча ну гост это айурейдим да вот меня куда больше смущает это наличие классных физиотерапевтов и тренеров по физподготовке то есть если ты даже их нанимаешь все равно у тебя травмы 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 продолжаются особо это не меняется причем травмы получаются на тренировках я понимаю что в жизни такое тоже бывает и травмы есть у всех во всех командах но все-таки должно же как-то влиять какой смысл нанимать физиотерапевта со скиллом 20 к примеру если абсолютно так же травму не вылечит физиотерапевт со скиллом 5 ну то есть какая разница кстати вот я по своей тактике уже вижу минусы много выходов 1 в 0 даже у команды уровня уфы 2 ну пока в принципе основа не так устала замена делать раны терентьев неплохо пробил вот теперь видите тертится исчезающий спрей ну смотрите смог заблокировать навес бизик терентьев сраные человечки похожи на сраных человек не ну нормально они выглядят в принципе постепенно это улучшается движение более естественное становится то есть если сейчас запустить fm там 15 бросится в глаза что здесь все как-то пореалистичнее ну по сравнению с 19 наверное не так сильно бросается но вот с 18 уже есть разница спортдир ну спортдир опять же смотря как ты играешь если ты играешь со спортдиром то он важный если нет то нет давайте Сосуева выпустим Диму Козлова выпустим по нападению заберем группу атаки Андреев Андреев Гаврилов Карп на перехвате и вот Сосуев Дима Сосуев передача на Кротова Кротов на Сухова Сухов перевод делает но пока наша основа конечно уничтожает молодежку Терентьев Белинов еще не забивал решил Терентьев и отписывал ему Сухов переводик Сосуев и Терентьев можно забросить вперед но не стал Терентьев это делать он ушел и навесил ну и сил неплохо Козлов пробил и забил Терентьева голевая Козлов гол 4-0 Уфа основная обыгрывает новый челик в штабе не знаю там по-моему просто переименовали старого да эти челики это что-то на уровне вот аналитиков да ну что дают вам эти аналитики ты хоть аналитика назначен со скиллом 1 хоть аналитика со скиллом 20 и он будет приносить точно такую же аналитику одинаково то есть нет разницы вот это меня больше удивляет зачем это все делается если футболисты вернее работники штаба тренерского они как-то не особо влияют Мальцев отбил удар со Суевым да какой-то ТД там никто основы не достоин они вон нашим не самым сильным игрокам основы проиграли стреск Сухов Никитин да куда там кстати наши игроки основы еще даже умудрились запустить несколько ударов за шиворот Терентьев ну конечно похоже на старый козлов с 15 версии все новое хорошо забытое старое помните об этом козлов Фомин Голубев заброс Терентьев ну что это что это технический директор поезда да это ну такой карикатурный весьма персонаж ну да у нас есть вот ввели мы до вы должности технического директора который будет отвечать за ну который вам будет приносить отчет о персонале ну окей что это зачем это надо это ну мелочь абсолютнейшая которая даже недостойна быть упомянутой как нововведение ну по нововведению да ну графф графоний чуть лучше стал это правда насколько адекватно ну в принципе по этому матчу пока я не могу сказать что что-то неадекватное надо сыграть много матчей тогда уже будешь понимать насколько вот скиллы твоих футболистов там отличаются от скиллов других насколько есть разница насколько там что ну понятное дело что в этом матче основа полностью превосходит молодежку и грамотно играет тактически соблюдает заветы тренера да что надо делать то надо делать Кротов очень активен на фланге после выхода назовем ну вот высокая линия обороны создают проблемы сейчас пуском может получить желтую но судья упрощает пока по игре мне не нравится вамбергар как нап ну вамбергар забил гол в этом матче я его заменил потом поэтому в принципе свое дело сделал подбодрили ребят обеда 4-0 азер на 3 недели вылетел ну здесь естественно все очень плохо ну эти молодежь к нам говорят что у нас Саид Гареев и Выдарин могут стать качественными игроками но Выдарин опять-таки ну отбор у него да есть но остальные скиллы какие-то уж совсем ну по физике более-менее ну правда сила 1 у человека это что это он кантелю поднять не может что такое сила 1 юниорки там вообще просто может превзойти Андрея Батютина Батютина чтобы превзойти это не надо ничего особо делать любой в принципе может тургаемых болив понятно у Фольмера кстати неплохие дальние удары это реализовали у Фольмера ну как Спартаковцы его видать от Ресерчерли нормально поэтому такие еще есть раздел селекция ну в принципе это нормально вот технический директор кстати отсутствует у нас нам предлагают Андрея Краткова оценка способностей персонала 20 ну и сколько у нас попросит технический директор 1200 в неделю давайте 1000 предложим 1200 он настаивает давай 1000 1100 давай 1000 1100 давай 1000 хорошо все-таки смогли добить парня Батютина это человек аренда если не в стиме купить ключ играть можно будет я не знаю насчет бетки в прошлом году была доступна бетка в этом году говорят что недоступна я не знаю может быть сейчас уже можно играть но я не могу отвечать за за это и сейчас скажу что по моей ссылке можно уже прямо сейчас начать играть не факт по-разному бывает кстати друзья на этом стриме свершилось очень важное событие мы перешагнули салатыча так сафраниди убираем сафраниди у нас теперь работает чисто с красными качествами что ли можно силовую тренировку отдать сафраниди так техника защита техника атак в принципе пойдет пока все довольно херово но денег-то нет вначале всегда так трансферное окно открывается думаю что у нас там получится кого-то взять серджан миялович ага крылья нам таковые продали технический директор кстати принимаем теперь вопрос что этот товарищ будет делать что делать технический директор ведение переговоров по трансферным сделкам ну кстати вот сделали такую штуку ценка способности персонала гост давай ну мы сейчас тоже наверное уже скоро будем заканчивать служба развития фа-2 слабый состав тренировка молодежной команды менеджер аренды других клубов менеджер сейчас трансферное окно откроем посмотрим сохранение так у нас пошло научился там есть причем наша соотечественница по-моему работает техническим директором я у монако владелец россиянин поэтому естественно там тоже может быть русский технический директор я из Уфы как там погода ну как погода снег выпал мокрый сейчас минус минус 2 градуса такая погодка честно говоря не очень машина сегодня пробки устроили как обычно люди вот видят с утра да что выпал снег все равно зачем-то едут на машине на пару дней можно наверное проехаться на автобусе чтобы пробки не создавать нет они ладно бы снег выпал в течение дня оно же выпал утром медицинский центр по моим расчетам в составе первой команды наши игроки получат примерно 69 травм за сезон это что за вообще я понимаю что вот у нас полиция допустим там есть план по протокольчикам но это просто Арслан Шарапудинович что за дела вообще я не понимаю по моим расчетам в составе первой команды наши игроки получат 69 травм за сезон это что такое вообще это как а если не получат то что покалечат молотком по колену стукнут что ли это как вообще по моим расчетам блин елки-палки регистрация видите так более интерактивно все это показано почему Числав Кротов выставлен на трансфер я не хочу его продавать денег-то нет на кого-то круче статус не установлен утвердить рубин заинтересован в Кротове не мы не продадим кто там такой маньяк ну видимо ассистент менеджера он же мне принес сводку эту криминальную табидзе табидзе еще вызвали сборную молодцы постепенно наигрываем тактику трансферный попей Иванович продолжается Игорь Иванович что это Сечин или Почтальон Печкин что это здравствуйте здравствуйте дорогой Игорь Иванович из клуба на пердак ага спасибо Никитин пищевое отравление что ты поел я не знаю это видимо вот этот Шарапудинович подсыпал ему говорит а у нас мы тут по травмам не добираем ну вот так теперь выбор состава выглядит в принципе ну хотя бы есть какие-то резервисты теперь уже неплохо будет больше игроков на матче со звездой игрока из напердака мы убрать не будем будет 68 уволишь да скажу чувак ты вообще как вот кстати юниорка тоже теперь вот так вот нам предлагается состав почему кстати это Владислав Хазих ну все красное видите нет я естественно никого не отдам туда надо привыкать к некоторым моментам состав подбора команды полезен для набора игровой формы морально настроена высоте у Оливье Тиля и вот сразу по наведению на кнопочку информации вы видите что видны все плюсы и минусы рекомендации по тактике никакой информации по сопернику так что давай ассистент менеджер инструктируй критиковать Белинова плохо работаешь на тренировках постараюсь справиться говорит Белинов Голубева похвалим приятно осознавать что вы довольны говорит у Голубев правильно я должен быть доволен иначе каранты так ну каких-то игроков предлагают Бауржан из Ламхана например из Кайрата так я не понял где Иркош где Иркош где Иркош и вот Иркош Иркоша 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 Фа три игры ноль голов вот это наш Иркоша ну вот за 275 тысяч фунтов перешел нормально в принципе Фа даже на него заработала что хорошо в общем-то хотя вроде бы как наверное не должна была но получилось так как получилось наглядней стал да начал за Урал Корею так мне точно таких же игроков купить предлагали ну понятное дело потому что такие игроки они в общем примерно одного уровня команда Урал денег побольше правда поменьше давить на игроков не будем в предсезонном матче сейчас сыграем со Звездой Вомбергара дает назад Табидзе Пуцко Сухов хорошо пока Суев там долго думал ну в принципе класс наших игроков я думаю повыше чем игроков Звезды Звезда играет в автобус мы будем пытаться сейчас этот автобус взламывать но естественно у Звезды да что ты будешь делать неудобно конечно сделали что долго не пропадает у Звезды игроки все таки посильнее чем наши дублеры поэтому матч будет сложнее Терентьев Тиль у нас правда Тиль вернулся и Табидзе Сухов расстрела не будет нет ну хороший пас Голубев пробил не точно 400к в самом начале как тебе Табидзе вообще ну не совсем стабильный нужна подстраховка но у него хороший пас странно что видне поле 6 видне поле повыше 10 атак ну прогрессирует ему очень часто не везет от него мяч ворот залетает но это фатальное невезение чем отсутствие мастерства бывает так что не везет бизик бьет не точно но как-то вот движок пока не оптимизирован почему-то есть подтормаживание непонятно как такая графика может вообще тормозить его в опорку ну нет в опорку думаю что он там сдюжит терентьев играет на тиля придюк тиль хорошо на голубева и здесь перевод очень классный на сухого прострел подача вомбергар если бы вомбергар так в жизни играл цены бы ему не было игрок касания такой вот нужен уфе ну а здесь вот вомби ну видите даже здесь подлагивает каких-то моментах не знаю с тенями это связано с чем такая графика просто не может лагать вот таки дела друзья надо кстати будет новый графон сделать для фмки именно чтоб снизу были вот эти топ донатеры и прочее а вот и момент у наших соперников бобырь прорвался такой вот бобырь суровый парень Пуцков получил предупреждение у нас есть Никитин на замене под отравлением еще ваши труды окупятся в конце сезона Пуцко Терентьев не хочу чтобы получили вторую желтую карточку погнали графика лучше стала да это правда но вот и какие-то появились непонятные фризы во время матча все что пинбол для windows у вас будет тормозить поэтому меня это так немножко удивляет чутаков еще черта но нет не чекал не вся команда еще чекал естественно на все это нужно время и все команды как-то не прочекаешь у каждого из чата свои какие-то предпочтения все хотят чего-то кого-то чекнуть голубев тиль тут переводик хороший сухов прострел будет второго надвигался сухов карп удал под удар терентьев продолжаем осаждать ворота наших соперников пока играем сбалансировано но если надо можем еще навалиться сухов подача в омбергар ну этот раз плохо пробил андерс пеняев кстати да можно посмотреть будет так карп и голубев выглядят устал вот можно фомина будет выпустить кстати я заменами пользуюсь именно вот так по старинке так голубев у нас 62 ну да голубева меняем выпускаем фомина сосуев в центре плохо бизик естественно вомбергар само собой так у нас взамен то и нет больше игроков которые способны сыграть в центре вот кротово можно будет выпустить но вместо бизика нет вот сюда и сюда выпустить кротова последний матч мне кротов понравился на этой позиции молодежная команда да в отделе развития теперь карп карп подустал фата играет в минском динамо ну ушел туда он из уфы сейчас он как у него дела я не знаю ну в любом случае он не в каком-то значимом чемпионате поэтому даже если он там забивает ох кстати неинтересный был момент вот с этим попаданием в каркас ворот очень необычно то есть вот момент такой нестандартный но вот в нетоповых матчах такие бывают Белинов играет Стабидзе Джамал ну куда Джамал так ускорился что это за неадекватное действие просто не понимаю заброс Вамбергар ну Вамбергар сыграл по-моему бергарски сейчас он еще в сайте в сайте оказался карп хорош на перехвате Тиль ну вот в матчах со слабыми соперниками Уфа в принципе выполняет тактические требования старается тики-так и видите пасовать и потом резкий пас идет вперед ну здесь забросы на Кротова конечно матчи против молодежки они лучше проходили карп ох не забивает ну вот момент хороший хотя карпа я буду использовать конечно в опорочке здесь все-таки был бы не карпа кто-нибудь еще может быть был бы гол у карпа завершение не такое уж прям помин делать переводик спасибо всем кто фоллит это очень приятно вступайте также в группу ВК ссылка на нее под видео и на ютуб канал где тоже много всего интересного полноценный обзор в ближайшее время выйдет посмотрите Фомин хорошо играет с Вомбергаром Сосуев ну много игры в касание много моментов ну конечно соперник стоит стеной просто но справедливости ради скажем что звезда не смогла серьезных моментов у нас создать задавайте поводу для расслабленности безусловно нельзя так и Пеняева Черт Синяев есть ну давайте просто Чер Чертанова игроки не видимо Пеняева не добавили то есть Тути Аванти Владислав Сорвеля молодежь Чертанова 2 есть Пеняев нет Пеняева нет может быть есть какая-то там шняга которая добавляет Пеняева полный ФМ выйдет у меня в группе в группе в группе в группе в группе написано кстати если вы в нее вступите там увидите прям сразу выйдет 19 ноября полная версия то есть через через 17 дней уже вот и соответственно ну не знаю думаю что в 19 версии если вы захотите завершим карьеру застанавливал ну сезон по крайней мере хотя бы может быть кубок выиграем не знаю ну я еще думаю что будут видео по ФМ 19 мне продонатили на БМ еще одну серию сезон мы там тоже закончим увидим вот ну что я вас благодарю за то что вы сегодня пришли уже поздно мне завтра на работу ну и в чем ограничение беты в том что еще много не сделано что еще косяки какие-то могут быть лаги в 3D матче есть мы что-то такое вот обнаружили поэтому друзья следите кстати вот расписание хочется посмотреть расписание не самое точное уфа по крайней мере не такое было все друзья всем спасибо спокойной ночи вам приходите на следующие стримы всем удачи всем пока